Если будет плохо слышно, пожалуйста, скажите, я тогда одену наушники, хорошо? Одевай сразу, потому что у тебя будет плохо, скорее всего, слышно. Прямо сразу одевай, потому что... Я, кстати, сейчас тоже надену, наверное. На всякий случай одену наушники, чтобы быть от их подальше. Одевай, 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 потому что звук погонится только так. Вот, одел, и теперь, я надеюсь, мои дорогие зрители будут меня слышать хорошо. У тебя хорошо слышно, Юр. Дорогие друзья, у нас сейчас будет интересный стрим. В описании к этому видео я оставил ссылки на чат в WhatsApp и в Telegram, чтобы вы не пропускали прямые эфиры, чтобы я мог вас уведомлять. Подпишитесь на эти чаты. Кто не хочет, чтобы в чате было много сообщений, подпишитесь на канал в Telegram. Там только я максимум три раза в неделю уведомляю о таких событиях. И вы будете в курсе, когда стрим. Хорошо, друзья мои? Сейчас у нас, я представлю наших гостей немножко, точнее, ну, Дмитрия Головинского, посетители моего канала и подписчики знают великолепно. Это уникальный человек с жимом люстра 302 килограмма, что, ну, достаточно уже этой визитной карточки, не говоря уже о всех остальных его достоинствах. Сегодня у нас новый гость Алексей Коваленко. Здравствуйте. Это один из учеников Дмитрия, который занимается натуральным пауэрлифтингом, обладатель натурального жима лёжа 160 и становой тяги около 250 килограмм, по-моему, да? 250 килограмм, ровно, Юрий. Вот. И сегодня, как бы, оппонирует Дмитрию Головинскому известный блогер, имеющий более 100 тысяч подписчиков на ютюбе, Егор Рубанович, у которого есть несколько собственных тренажёрных залов, которые находятся в Орландо. В Орландо, понимаете? То есть человек очень серьёзный. И он тоже имеет какое-то отношение к пауэрлифтингу. Может быть, Heavy Metal Gym расскажет нам, какое именно отношение к пауэрлифтингу он имеет? На самом деле, друзья, мы все, кто занимается железом, имеем отношение к тому или иному прикладному виду. Как и все, когда мы начинали качаться, всем хочется быть и большим, и сильным. И я вот слушал твой прошлый стрим с Дмитрием. Мне, кстати, очень понравилось. Основная ошибка всех приходящих в тренажёрный зал, они хотят стать здоровыми, хотят много жать. И, в принципе, разрываются, разрывают задницу, как говорил Коллиман, на два пути. В итоге не там, не там, не могут ничего достичь. Я пару раз выступал на таком лёгком, любительском, городском уровне. Вот на таком, грубо говоря, на такой планке я остановился. Таких, конечно, показателей мне как бы и не снилось даже и на фарме, когда я сижу, какие есть у ребят. Ну, а у тебя есть опыт натурального пауэрлифтинга какой-то? Естественно, когда начинал заниматься, ни о какой фарме не было и речи, потому что нас тогда очень жёстко как бы прессовало и СМИ, и со всех сторон. Люди пугали, что там у тебя и отвалится всё. Ну, в общем, вы все наверняка проходили, ну, кроме, наверное, молодого парня этого. Естественно, тогда мы все этого боялись просто, боялись даже попробовать. И большую часть времени вообще на самом деле я занимался в натураху. Это сейчас мне уже перевалило за 40. И, грубо говоря, на фоне ГЗТ я уже принимаю эти космические астероиды, как будем их так называть. Я понял. Ну, а какой опыт был занятий натуральным пауэрлифтингом у тебя? И чего тебе удалось добиться присяд, становое и жемлёжа? Юр, я занимался всегда как бы качался, но и попутно ещё пытался иногда выступать по пауэрлифтингу. Непосредственно заниматься пауэрлифтингом я не занимался. Жемлёжа у меня был очень слабый в натураху. Я где-то, не помню, чтобы не соврать, то ли 145, то ли 150 я жал. 210 я тянул в натураху. И 160-165 приседал. И сколько времени ты шёл к таким натуральным результатам? Два года. Так, по-моему, я не знаю, может, Дима, выскажешь, что это очень обнадёживающий старт. Ну, старт действительно очень обнадёживающий. Вот, на самом деле, тут вот, да, надо всегда, я думаю, да, определённое сравнение проводить. То есть, я имею в виду, что, примерно, сравнивать свои результаты с результатами других атлетов, в особенности тех, кто тренируется в натураху. Если говорить о двух годах всего лишь, да, ну, по-моему, это очень мало, то, по-моему, потенциал был далёк от раскрытия, если говорить о натурахе. То есть, ко мне вот сюда часто обращаются люди после курса. Вот, приходит тебе человек, скажем так, жмёт 130. Ты его спрашиваешь, ты химичил? Он говорит, да, химичил. Ну, ты сначала порцию мата ему выскажешь на предмет того, что он уже успел побаловаться химией, а потом начинаешь его тренироваться, и прекрасно люди продолжают прогрессировать без астероидов. Вот, я хотел бы слово передать буквально, да, Лёша, если можно, пару слов. Вот, ты в последнее время тренируешься в натураху, и не просто живым занимаешься, а занимаешься троеборьем, плюс ещё подтренировываешь рывок. Как ты можешь оценить прогресс за свой, вот, за последний, скажем так, год или полтора? Есть ли рост результатов, и как они растут, быстро или медленно? Ну, ты сказал, что я в последнее время в натураху тренируюсь, я вообще в натураху тренируюсь. То есть, я никогда не тренировался на химии. И, в принципе, рост результата, динамика, я считаю, положительная, и за такой срок прибавки есть. То есть, значит, и на будущее задел есть. То есть, в принципе, я не вижу какого-то сейчас потолка определённого. Я думаю, вполне возможно в жиме дойти до 200, то есть, довольно стремительно. В приседе это 250, в тяге это 300 килограмм вполне. Ну, в приседе у меня просто отстающее движение, про себя говорю. А так, какого-то потолка определённого я не вижу, и с этим нет никаких. Просто, чтобы у нас понимали зрители, какой это, собственно, вес, скажи, и какие на текущий момент результаты? Мой, собственно, вес сейчас в районе 180-199 килограмм. Результаты сейчас лучший жим 160 килограмм, становая тяга 250 килограмм. Лучший присед 200 килограмм. И сколько ты на эти... Да, да. Да, да. Сейчас, сколько ты на эти результаты потратил времени? Три года я занимаюсь по рейтингам. Юрий, пожалуйста. Я хотел спросить, вот если у Егора такие были большие результаты, 150 килограмм жим лёжа в натуражку за два года, почему ты считаешь, если бы ты продолжил дальше, ты не дошёл бы в натуражку до 200 килограмм? Вот, например, Алексей считает, что раз он 160 пожал, тот и 200 пожалёт. Я считаю, что это не совсем правильно так считать. Надо сначала пожать, а потом уже птичка у тебя в кармане. Нет, конечно, я надеюсь, что он это сделает. Но вот ты почему так не... Юр, здесь я с тобой немножечко не соглашусь, просто приведу вот простой пример. Ну, во-первых, я когда впервые просто попробовал делать становую тягу, я сразу 150 потянул на 5 раз. У меня тяга была и остаётся, наверное, самым лучшим. Правда, я потом две недели не мог ходить. Не знаю, почему Дима улыбается, это, наверное, немного или... Я просто ремарочку сделаю небольшую. Если вот... Да, можно на ты, Егор, да? Конечно, конечно. Если ты первый раз вообще в жизни делал становую тягу, сделал 150 на 5, то, мне кажется, если бы ты её просто тренировал систематически, ты бы уже 400 тянул точно. Это огромный результат. Вот те, кто нас смотрит, не дадут соврать. Вот я когда делал первую растягу, я еле-еле делал 50. И то меня тренер ругал, говорил, что спина горбом, жопа подлетает, и вообще всё херня, давай-ка снижай вес. А 150 речь вообще не шла. 150 я тянул, позанимавшись года полтора-два. Вот, поэтому задел и там раз. Задел был очень крутой. Поэтому мы тогда, вот я и Алексей улыбнулись, потому что результат крутой на самом деле для начинающего. Ну, знаешь, для начинающего, но далеко он и не продвинулся, вот что. Может быть, и скорее всего, как я убедился уже потом просто на своём опыте, я думаю, мы придём к этому с тобой, что всё-таки методика, как бы это смешно ни звучало, здесь у Юры на стриме, она рулит. И у меня не было, грубо говоря, хорошего, не то что там тренера, а ты же знаешь времена, когда я это начинал, это было 25 лет назад. Вообще хрен, что найдёшь. Из моих друзей у меня был, я занимался единоборствами на тот момент, и у меня был друг штангист. Вот он приседал, 250 всегда приседал, больше ничего не делал, красавчик вообще. Он химичил? Да, он химичил. И, ну, он выступал, он такой. Я жил в Молдавии, там тоже была неплохая школа тяжёлой атлетики, но я говорю, я когда видел Качков вообще, и занимаясь единоборствами, меня вызывало это чувство отвращения, серьёзно. Залов-то таких как бы не было, я приходил, смотрел журналы, смотрел Арнольда, меня это не восхищало, реально. Не знаю почему. И меня тренер мой по... Я тхэквондо занимался, у меня всегда были сильные ноги. У меня отец велоспортом занимался, мне генетически передались огромные ноги, большие ягодичные мышцы, а верх у меня был худенький. Я жал тогда, помню, максимум 90 на раз. Секунду. Слышно, да? Да. И, в общем, меня тренер заставлял, заставлял ходить в тренажёрку, и я не любил это дело вообще. Я максимум, что делал, подтягивался и отжимался от брусик. Мне это очень нравилось. Но сам как бы бодибилдинг я не любил. И вот, как говорится, да, не зарекайся ни от чего. А потом я стал заниматься, 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 и у меня как-то реально мозги на бекрень встали. И теперь я наоборот. Людей, которые не занимаются, не воспринимаю нормально. Хотя и то, наверное, и это, это как бы крайность, и наверняка это неправильно. Но смысл-то в чём? Смысл в том, что, когда я потянул эти 150 килограмм... Григорь, а можно... Что? Можно вопрос? Вот 150 килограмм на 5 раз, сказали, потянули. А до этого был какой-то стаж в приседаниях? Я скажу больше. Я вообще ненавидел приседания. И первые 5 лет я не приседал. Я старался избегать этого. И я делал только разгибания и максимум жим ногами. Но я очень любил тягу. Я почти на каждой тренировке делал тягу и делал подтягивания. То есть фактически тонуса ног не было никакого, да? И эта тяга 150 была, так скажем, на первоначальность? Но я всю жизнь в спорте. Я занимался футболом, учился в спецклассе по футболу. У меня ноги... Ну, можешь представить себе, у меня 2 тренировки в день. На каждой тренировке прыжки из низкого приседа. Возможно, взрывную силу я, может, себе так как бы... Ну, как минимум, тренированность, наверное, построилась. Какая-нибудь такая. Но что я хотел сказать... Вот Диме тоже это будет интересно. Я подошел буквально даже меньше, чем за год в тяге к 200 килограмм. Ну, вот 195 тянул на раз. А 200 ставил, но не мог ее даже, вот, знаете это, да? Не мог ее даже вот сдернуть, как говорится. Просто все. Вот психологический такой барьер. И втихаря от всех, втихаря там от друга, с которым мы всегда тренировались, все. В то времена еще есть такая фармацевтическая компания, Гедеон Рихтер. Я думаю, вы знаете, да? Астероиды, которые раньше летали, там на букву R. Которые там 10 лет запретили, потом они все равно в аптеках продавались. Но на тот момент это была еще хорошая бытовая химия. Я ее купил, половинку взял, половинку выбросил. Сделал себе инъекцию вечером. А утром у меня уже была тренировка. Но вы знаете, ну, Алексей не знает, Дима знает, что эта бытовая химия начинает действовать только на третьи сутки, а на седьмые сутки достигает как бы своего максима, грубо говоря, начинает тебе давать какой-то результат. Так вот, я пришел на следующее утро на тренировку, да? Буквально прошло 11 часов. И я тянул 200, спокойно вообще. Вот эффект плацеба сработал. Эффект плацеба, да? У нас-таки не то, что плацеба, а это вот то, что почему я не согласился вначале с Юрой. Алексей молодец, что не ставит перед собой никаких стен, никаких ограничений. Зачем? Ведь все у нас в голове. Сколько есть примеров, когда простые люди, которые вообще не тренированы, не тренируются, там даже не нюхали спортзал, поднимают, там женщина, известный факт, в Японии подняла машину рукой, доставая ребенка из-под колес. Все-все это психология. Ну, мое мнение. Может, я не прав? Короче, ну, я так понимаю, Юрий, а ну давай я тебе вопрос задам. Где тут Рубилова? С кем тут должен быть спор? Не на жизнь, а на смерть? А уже признался Игорь, что он верит? Не, не, ну, я ничего не признавался, ребят. Рубилова начнется. Для меня ваши показатели – это космос. Я хочу в это верить, но у меня есть как бы все равно сомнения. Дим, ты должен меня понимать. Когда я вокруг больше, чем за 25 лет, максимум пример, который я видел на турах, у чего достиг человек, тренируясь тоже без тренера, линейно, мы сделали ему на заводе по 200 грамм блинчики, и вот он ровно два года, я это наблюдал, потому что мы учились вместе в институте физической культуры и спорта, он, набавляя каждую тренировку себе по 200 грамм, делал жим лёжа. И вот это я видел реально, что без химии человек дошёл в 195 килограмм. В 195 килограмм на раз. Но и для меня это казалось тоже, я тоже ему не верил тогда. Если бы я его очень хорошо не знал, человек такой открытый, понятно, что есть, конечно, доля сомнений остаётся, но я практически на 90% уверен, что он не химичил тогда. Потом, когда он уже захимичил, естественно, он пожал там и 210, но я не встречал в своей жизни людей, тренирующихся натурально и жмущих 200, и даже 180, скажу. Максимум, что я видел, и то, как бы сомневаюсь, человек жал 170. Но опять-таки нужно понимать, что в моём окружении всё равно в основном были профаны, которые, в принципе-то, и по бодибилдерским программам неправильно. Егор, одну секундочку, ну ты же говоришь, вот этот парень, который прибавлял маленькими блинчиками, он сколько в итоге без химии жал? 195 на раз. Ну, так это ж, ну, а ты говоришь, не встречал. Вот я с 90 раз... Нет, это кроме него, кроме него не встречал. А сколько весил, сколько, собственно, вес у него был? Весил он, наверное, чтобы не соврать, ну, столько он не весил. Не, не 60, но я думаю, килограмм, наверное, 90 с чем-то он весил. Ну, вот смотри, вот, да... Да, на самом деле, ну, вот представь, что он бы весил 120. Грудная клетка была бы выше, мышечная масса была бы больше. Ну, согласись, он бы уже 210, пожалуй, например. Ну, возможно с этим согласиться, потому что не видел в жизни. Не, ну, смотри, вот мы не видели, да, вот лично я не видел, не знаю, может кто-то здесь присутствующих летал в космос, но я Землю со стороны не видел. Это же не дает нам сомнения в том, что она круглая, правильно? Здесь все согласны с тем, что планета наша? В том, что круглая, я с тобой согласен, да. Вот, да. Точно так же и здесь, да, понимаешь, наша задача, как тренировка, как людей, которые имеют определенное знание, да, смотреть вот дальше и шире. Не просто оценивать то, что мы видели или не видели, а оценивать такую вот вероятность возможность и подобное. Потому что, если вот говорить про спорт в целом, то можно сказать, что тренера всегда толкают, особенно если это спорт высоких достижений, тренера всегда толкают атлетов на более высокие, вперед, вперед, еще выше, еще выше и так далее. То есть, они тоже этого, в общем-то, никогда не видели, но они понимают, что это возможно. Вот точно так же и Алексей, да, у Алексея есть друг Дмитрий Коблик, который уже пожал 190 на тураху. Про него снимал железный рейтинг, передачу, его там водили на анализы. Ну, давай, Леш, сам расскажешь сейчас, да, вот. Это такой толстый парень, который крупный. Да, толстый парень, Леш, ну расскажи. У него просто рост, он в районе метр семьдесят пяти, поэтому даже при весе, вот он сто семь весил, он довольно крупно выглядит. Вот, и да, я вполне уверен, что он пожал 190, более того, он справлял с весом сто семь, семь с половиной, пять подходов по два раза, то есть, фактически он готов и на большее был. Вот, и у меня, помимо него, еще такой товарищ, его Василий зовут, он при весе девяносто пять, жал сто восемьдесят килограмм, он занимается уже в районе пятнадцати лет, натурально полностью. Вот, как бы, вообще, на самом деле, если в этой сфере крутишься, то пруд пруди таких людей, которые жмут сто восемьдесят и сто девяносто, так что это вообще неудивительно для меня лично. Просто здесь, понимаешь, надо о чем говорить. Надо говорить о том, вот, да, вот, которого, опять же, сто девяносто пять, который жал, которого ты приводил в пример, он, я так понимаю, просто побил дерзкий жал без моста, без прогиба, без техники. Этого я не знаю, этого я не знаю, но это хотел я, чтобы мы к этому пришли, потому что я смотрел твой стрим, вот, с Димой, ой, с Юрой, и мне понравилось то, что ты сказал, я об этом тоже постоянно пытаюсь людям сказать. Молодежь приходит в зал и хочет как бы накачаться, как Арнольд, и много сжать. Но, на мой взгляд, первые шаги, даже если ты хочешь быть чисто культуристом, должны быть направлены в пауэрлифтинге, там, в силовом экстриме, в тяжелой атлетике. То есть нужно строить силовую базу. Но силовую базу строить по билдерским программам, это все равно, что мастурбировать и ждать, что у тебя вырастет бицепс. А люди этого не понимают. Люди пытаются как бы совместить одно с другим, и в итоге ты не жал, жмешь много, и в итоге ты и небольшой. Кстати, вот вернувшись к моему другу, который жмет 95, ой, весит 95 и жмет 180, он как раз тренируется, вот как он называет, это подход ТКХ, тренируюсь как хочу. То есть я ему рассказываю какие-то принципы, которыми я владею, благодаря Дмитрию, а он смеется надо мной и говорит, что я вот ТКХ занимаюсь, тренируюсь как хочу. То есть он приходит раз в неделю, убивает свои грудные полностью, также помимо этого выступает по стронгменам, по стронгменам, прошу прощения, выступает по по пауэрлифтингу часто, выступает еще по силовому экстриму, и при этом он жмет 180 при весе 95, то есть очевидно, если бы он занимался целенаправленно жимом, то результат 210-220 был бы вполне достижим, плюс еще запас по категории 5 кг. Ну, я вот в отличие, кстати, от вас тоже, ребята, я вот знаю много пауэрлифтеров, там покойный вот Юра Вартабедьян, хороший парень, приезжал ко мне в гости в Орландо, Фатеев тоже начинал с пауэрлифтинга, они мне приводили в пример свои силовые показатели в натураху, когда занимались пауэрлифтингом, я сейчас тоже, чтобы соврать не скажу, но это были очень впечатляющие цифры, поэтому, когда вы, особенно Алексей, когда худенький парень, грубо говоря, ниже средних силовых показателей, добивается таких космических для большинства людей показателей, это говорит только, ну, на самом деле, Дим, ты сейчас как бы унижаешь, принижаешь вообще всех, там, и меня, и людей, которые занимаются пауэрлифтингом, потому что, я говорил тебе до эфира, у меня, когда в России были залы, занималась сборная пауэрлифтинга России, во главе главного тренера, во главе президента федерации, ребята, естественно, все там на бытовой химии, да, дозы, конечно, не такие, как принято считать, но, там были и чемпионы мира, там были рекордсмены мира, которых до сих пор там не побили, но, жим лежа у всех, это, наверное, как это сказать, русский забыл, английский еще не выучил, русская школа все равно в жиме лежа отстает от американской, да, насколько я понимаю, в пауэрлифтинге, мы сильны в тяге, но, учитывая рекорды, которые сейчас есть, ну, не будем сейчас брать, а вообще, в целом, ну, а что вы имеете ввиду под вообще целым, ну, основная масса американцев, как бы, они давно уже жмут, у нас только вот на слуху кто, Сарычев, да, сейчас вот, очень многие, на самом деле, Сарычев, Кахут, вот сейчас, недавно, опять же, в категории D90 был поставлен рекорд сапожонковым, также, ну, в общем, практически все весовые категории, они, олтайм, снял, вот тоже, сейчас, на самом деле, очень много, вот если брать жм, то сейчас, сейчас жм, на самом деле, очень, вот на территории России, сейчас очень круто, сейчас огромное количество олтаймеров, и которые, вот именно из России, поэтому сложно, ты знаешь, согласиться, возможно, вот, ну, скажи, вот если брать временной промежуток, там, начало 2000-х годов, тогда можно сказать, что все-таки американцы были, вот, больше превалировали в жмах, да, русские, украинцы, огромное количество, там, делали, тяг приседаний, много поднимали в жмах, ну, тоже, вот знаешь, все-таки, я сейчас подумал, сложно сказать, что прям отставали, ну, вот, если брать олтаймы, то Мэндельсон, да, вот, взять Кеннелли, и подобное, все-таки, да, где-то поднимали много, но русские впоследствии догнали и перегнали, поэтому, ну, да. Ну, тогда давайте перейдем, несмотря на то, что Юра хотел войны и крови, я думаю, что все-таки... паузу маленькую, я хотел сказать, что вот на экране появилось здесь фото нашего гостя Алексея Коваленко, если мы посмотрим на это фото, я его сейчас на секунду увеличу на весь экран, мы видим, что он проходил сушку, и справа до, а слива после. Естественно, всем захочется узнать подробности, ведь сушка проходила по руководству, по паролифтерским программам, плюс диета, правильно? Как таковой диеты не было, я просто ел меньше. Ну, то есть, она создала определенный дефицит калорий. Да, при этом каждый день ел халву. И сколько килограмм на халве ты потерял? Вот в итоге, вообще во всем итоге, если брать от начала до конца, я потерял 40 килограмм. Прекрасно. И сколько времени у тебя ушло, чтобы согнать 40 килограмм? С 20 марта по 1 августа. Это с какого веса по какой? Это со 140 по 100. А сейчас, напомни, 100 с чем-то ты весишь, да? 108-109. То есть, ты немножко начал набирать уже, да? Да, да, это вот целенаправленно было. кстати, как сказалось это на твоих силовых? Вот, кстати, интересный вопрос, да, пожалуйста. Смотрите, значит, были приседания, был у меня лучший 215. Вот, фактически, сейчас я после всего этого присел 200. Тяга была лучше 260, но не в зачет. Вот, то есть, я потянул, но мне не зачли. 250 потянул с некоторым запасом, может быть, даже 250 покорились бы мне. То есть, фактически, в тяге 5 килограмм просел, в приседе 15 килограмм. Жим у меня был лучше 160, так и остался 160. Вот, вот они все потери. Но это все-таки, ты должен сказать, что это не сразу после сушки, а вот спустя некоторое время, правильно? Абсолютно верно, да. То есть, если говорить сразу, то скорее, в жиме было 10 килограмм, я потерял, в приседе, где-то килограмм 25, и в тяге килограмм 15, вот так. Юр, я думаю, ты не будешь против. У тебя все-таки, у единственных, такие стримы, которые смотрит огромное количество людей, да и подписчиков у тебя много. Оставим кровь и пот, но потом, мне самому интересно. Ты понимаешь, уже Дима второй раз разочаровывается, я ему обещаю, что придут и будут рвать его. А у меня вопросы к тебе, у меня вопросы к тебе, ты зачем обещаешь? Ну вот. А люди, ты понимаешь, люди говорят, да, да, буду рвать все, а потом приходят, и говорят, уважаемый Дмитрий, позвольте с вами согласиться заранее. Не, Юр, ну ты же не видел, чтобы я соглашался, или что, я просто не сторонник, понимаешь, я смотрю очень много еще психологии, и на самом деле, когда встречаются два каких-то человека, уже сформировавшихся своим менталитетом, каким-то понятийным аппаратом, это превращается просто... А в минуту там, скорее, да. Нет, на самом деле, психолог говорит, это превращается, когда две макаки друг другу пытаются что-то доказать. Ты каждому пытаешься доказать. Ну, я думаю, у тебя канал больше получит пользы, если мы сейчас попросим Диму и сами поучаствуем рассказать, как действительно к этому подходить, потому что, как я понял... Тебя удалось с Димой все-таки переубедить, что натуральный жим возможен, да? 250 килограмм, или хотя бы 230. 250? Да я ж не переубеждал еще даже, ну, в общем-то. Мы еще даже подходили к спорам. Юр, на самом деле, я в этой жизни уже с высоты своего опыта ничему не удивляюсь, поэтому все может быть. Ага, ты поверил уже, значит. Все, Дима, поздравляю, пропасался без боя. На самом деле, не, не, ну, давай так не будем говорить, во-первых, да, потому что мне что-то кажется, что все-таки это ты у нас главный нагнетатель тут, я не знаю. Может, я по-своему малодушию так считаю, но все-таки почему-то у меня такое убеждение есть. На самом деле, ну, вот, да, тут много факторов, на самом деле. Мы уже говорили на этот счет, да, что это спор, да, и бодибилдинг все-таки, да, вот если брать прям вот бодибилдинг, сравнивать с пауэрлифтингом как бы не очень правильно, потому что вот правильно сказал Егор, что когда человек приходит в зал, первое хорошее решение дать все-таки базу силовую определенную, а потом уже каким-то образом начинать такое узкое направленное, да, движение с позиции массы и подобного. Вот. Те же люди, которые выбрали чисто силовый путь, у них кардинально он будет отличаться, и результаты полученные, их нельзя просто сравнивать между собой. То есть у того цель масса, у того цель сила, да. Вот если взять, например, смотри, Юрий, яркий пример тебе приведу. Вот если взять позирование, например, законы, по которым падает свет и так далее, тоже силовики могут сказать, что вот, покажите, сколько реально обхват бицепса, да, и не выебывайтесь там светом, позированием и подобным. Точно так же и в пау-лифтинге, да, и свои уловки, такие как техника, динамика и прочее, прочее. Все, что не запрещено, все разрешено. Поэтому в данной ситуации все это идет на благо результату. Егор, пожалуйста, продолжай. А ты взял вот эту секретную методику, по которой ты занимаешься, откуда ты вот достал, откуда ты узнал? Или тебе как система Менделеева приснилась? Это реально большое очень заявление. На самом деле, люди, кто в этой теме, понимают, что даже жим в 200, для многих на фарме это предел. Я видел таких людей. А в натурах уговорить жим в 200, вот я гарантирую, что процентов 99, я сейчас не читаю комментариев, ну потом будут утверждать, что это как со Шредером. Шредер красавчик, одни будут говорить, другие будут говорить, что Шредер, Шредер, там, пустомеля. Ведь нету никаких доказательств, к примеру, что ты на тот момент не сидел на фарме, или твои ученики. Мы это только в плане верим, не верим. Но если обсуждать это как с точки зрения методики, и может быть ты мне тоже подскажешь, как это делать сейчас, я бы тоже хотел увеличить свои силовые показатели. Вот я просто буквально, мне бы сейчас хотелось передать слово Алексею Кроваленко, как человеку, который со стороны за всем этим наблюдал и очень хорошо знает, потому что мне как бы самому, ну да, о своей системе рассказывать, как бы мне кажется, это не очень хорошее решение. Я просто скажу на предмет доказательств. Вот я тебе приведу конкретную ситуацию, которую уже много раз описывал. А ты мне скажешь, является это доказательством или нет. Хорошо? Вот смотри, в августе 2012 года, как раз таки, когда я химич начинал под конец этого года, в августе, еще будучи натуралом, я жму 222 килограмма на официальных соревнованиях, то есть это видели все, будучи чистым при весе 127. Это первое. Второе. Спустя полгода, чуть-чуть больше, 7 месяцев, в апреле, примерно плюс-минус в той же весовой категории, был 127, стал, по-моему, 132, 133. Я жму 265. Было 222, стало 265. За полгода, да? За полгода, да. Значит, вот если говорить об этом, да, пауэрлифтерам, они, как правило, говорят, и проверив результаты, да, они, как правило, говорят, о, ну здесь вопросов нет. То есть, действительно, если вот взять аналогичные условия, да, вот 222 на химии, предположим, и 265 на химии, тоже предположим, то такое вряд ли бывает, да, такое маловероятно, особенно на весах за 200, что такой резкий, прямо вот выраженный скачок. Если же говорить, что на этом этапе мы не химичим, а на этом мы химичимся, то тогда, в принципе, все ясно и объяснимо, потому что первый курс, да, они, как правило, первые курсы самые результативные, самые эффективные. Вот. У меня динамика шла примерно следующим образом. 222 я жал в 2012 году, в 2013 я пожал 273, это под конец года, и в 2014 я пожал 300. Вот. Ну вот, можно, конечно, найти массу причин такому. Можно сказать, что ты одно время у тебя был плохой поставщик, который тебе давал пустышки, понимаешь? на легких, а потом тебе качество заслали. Вот так напоминаю, вот такая у тебя тяга, да, Егор? Да, это тоже можно сказать. Можно приводить, конечно, кучу разных примеров, и на самом деле, на самом деле, даже на фарме это очень большой, большой такой скачок. Получается, сколько ты добавил, больше 40 килограмм в жиме за полгода? 40, получается, 222-265, 42 с половиной. Ну, если с точки зрения здравого смысла, то это, конечно, похоже на правду. У меня была ситуация, когда я открывал свой первый зал, я не помню, сколько мне было на тот момент годков, нет, гораздо больше, уже, наверное, под 30. И смысл такой, что ушло где-то полгода на огромное количество денег тогда еще больших не было, приходилось очень много делать самому. Уставал так, что не всегда было временно на тренинг. И жим у меня упал очень сильно. Я вот почему спрашивал, как сказались при сбросе веса у Алексея силовые показатели. Потому что на мне это сказалось очень сильно. Я потерял, может быть, за это время килограмм 5 всего. Но жим у меня упал до 140 на 6 раз. И было довольно-таки тяжело. Но жим у меня всегда... Работа хуже влияет, чем сушка. Работа... Ну, может быть, да. Хуже. Но вот я тогда всего за 3 недели, за 3 недели я ударно так попробовал разные астероиды, при том, что мне дали еще на тот момент ГР хороший из Китая. И я сразу за 3 недели, мне никто не верил, люди приходили смотреть. Я жал 180 на 7 раз. Я чувствовал, что это просто пипец какой огромный вес, психологически меня это убивало. Но как будто кто-то за меня жал. Так. То есть, в результате тебя убедил, Дмитрий, да? Юр, тебе прям хочется какой-то вот этой войны. В чате задали несколько фраз, хочу их прочитать. Первое. Давай. Гаррет Вилкин спишет, хотим войны и крови. Бобби Боб комментирует фотографию до и после. Говорит, Юра, ты просто подсветил чувака на фотке. Да ладно, там видно же, что прокат. Ну, пока мы тут сидим на стриме, я его подсветил и создал эффект сушки. На самом деле, фото справа и слева одно и то же, а то, что волосы длинные, это тоже эффект цвета. Да, очевидно. Да. Наверное. Тим, а давай мы зарубимся с тобой и Юру будем рвать в клочья, потому что Юра сторонник того, что когда человек приходит в зал, нельзя ему никакую базу давать, вот я готов здесь рвать и метать, а надо сажать человека в тренажеры, подготавливать для чего-то. Мышцы. Юр, ты готов на такую тему немножко поговорить? Да, я готов, но сначала еще немного хочу в чате почитать, смешное пишут. Давай. Юрий Задорожный пишет, только я чувствую себя ущербным, послушав этих людей, которые рассказывают про жимы там 180, 200, в натуральном. Нет, я чувствую себя очень ущербным. То есть ты тоже? На самом деле, у меня, если честно, комплекс уже появился после тяги 150 на 5 с нуля. Я уже чувствую себя ущербным. Потому что я, я потренировавшись, Юрий, я тебе расскажу интересную ситуацию. Я потренировавшись где-то года полтора-два, тянул 150 на 3 и сильно себе сорвал спину. Вот тогда сильно прям потянул ни спины, но я две недели, Дим, потом ходил к врачу. Ну, если открою. Дим, послушай, ну, может, ты потренируешь Егора Рубановича, если совместить твою методику. И невероятный потенциал в тяге. Может, он в натуражку потянет там полтонны, не знаю. Да зачем говорить о натуражку? Давайте хотя бы, я сейчас уже далеко не в натуражку, но я готов поработать, потому что у меня все равно тяга при всем, вы говорите, большом потенциале, она не увеличилась далеко. Максимум, что я тянул там 250. Но это смешно. Леш, а сколько ты тянул на самом первом этапе с твоим... Ну, вот это тоже интересно, потому что я пришел в зал и я изначально не приседал и не тянул. То есть, я с турничков пришел и жал какое-то время, я считал, что вообще это плохо закачивать ноги. Ну, вот спустя какое-то время я начал приседать, мой первый присед был 30 килограмм на 12 раз в отказ. 30 килограмм. И после этого я, ну, это просто я учился ходить, это было что-то нереальное. И тягу я начал делать где-то спустя полгода только вот после того, как я начал приседать уже. То есть, я полгода занимался и потом еще через полгода, то есть, через год занятий примерно или через год и два месяца я потянул уже 200 килограмм на раз. тянул 150 и сейчас не ушел далеко за 200. Это смешно. Ну, как правило, первоначальные результаты, вот эти нулевые, они, как правило, определяют, на самом деле, задатки спортсменов. То есть, если ты знаешь, как отбирали тяжелоатлетов, потенциальных чемпионов, тренер приходил в школу, да, или куда-нибудь в какую-то, да, детско-юношескую школу спортивную, или же, например, просто в школу, строил ребят, которые хотели заниматься, и был универсальный тест, прыжок в длину. Если человек много прыгал в длину, значит, уже говорили, потенциальный тяжелоатлет, вот этот будет много поднимать, ну, конечно, если говорить про занятия с тренером. Кстати, извини, что перебью я, в школе дальше всех с места прыгал в длину. Вот, вот, я о чем и говорю. Поэтому сила в ногах и в спине, мне кажется, есть, и надо просто ее развить, действительно. Ну, вот здесь, а пока еще, извини, ремарочку добавлю, пока мы далеко не ушли, это, я считаю, один из краеугольных камней, почему люди в своей большинстве не могут вообще развивать ни силу. Потому что изначально сильные, да? Изначально сильные. Нет, нет, есть такой закон. Авказ убивает силу. Я устал об этом говорить, я устал это объяснять с любой позиции. Но эти, не хочу ругаться здесь у Юрия на канале. Есть люди, которые... Тут уже Дима находится, он все равно будет ругаться. Поэтому ты можешь ругаться. Здесь только я один противник мата, я не знаю, может еще Алексей Ковалев. Не, Юр, поэтому из уважения к твоему опыту здесь уже и практики ведения YouTube-каналов, стримов ругаться все-таки не стоит. Я хочу зарубиться со всеми вами. Во-первых, Егор Юрбанович хочет со мной зарубиться, что нельзя давать присед в начале. Обязательно нужно давать. Во-вторых, я посмотрел видео, где Егор орал, что самое лучшее упражнение для груди – это брусья. Я категорически не согласен. Видишь, Юр, тебе еще учиться и учиться все-таки. Еще в чате написали, что в чате появился эксперт по химии, который точно вычислил, что судя по моему количеству волос, у меня где-то 1 грамм в неделю, а у Юрия Ивановича волос немного больше, поэтому 500 миллиграмм в неделю. А у меня, получается, мы тогда с Лехой натуралы. Вы два натуралы. Мы с Лешей натуралы. Короче, мы с Юрком химики мы с тобой, Юр. Не, я так понял, что у нас местами мы поменялись сейчас немножко. То есть рубиться будут Юрий и Егор, а мы будем с Алексеем. Раз у вас не помещается, то надо сделать смену команд. Да, да, меняем. Я, допустим, заберу себе Алексея, и мы вас будем сейчас срубить. Я уверен, что ты проиграешь, потому что Дима здесь будет однозначно. Я уверен, что он поддержит, что технику нужно... Я выиграю 100% у всех. Ну вот смотри, простой тебе пример, который сразу разобьет все твои аргументы. Пришел я заниматься прыжками в воду. И мне тренер говорит, пока ты не научишься нырять, мы тебе воду в бассейн не нальем. Правильно, так и происходит. Когда ты приходишь заниматься парашютными прыжками, тебя не бросают сразу с самолета. И тебя кладут на асфальт, как лоха, на какой-то скейтборд. И заставляют делать какие-то странные движения руками. А потом только тебя выталкивают с самолета. Точно так же... Так, а с чего ты взял, что я сторонник того, что нужно сразу навешивать? Нет, возьми палочку. Возьми, как происходит в тяжелой атлетике. Возьми бодибар, возьми швабру, в конце концов, деревянную. И отрабатывай технику. Юр, вот извини, конечно, но ты и люди, поддерживающие твою теорию, не понимают, что есть такое понятие, как вот эта нервно-нарабатывающая мышечная связь. Если ты тренируешь какую-то мышцу изолированно, ты нарушаешь все связи, ты потом мешаешь обучению техники приседа. Вот в чем важно понимать. Я не говорю, что нужно навесить на себя там 100 килограмм и убивать свой позвоночник, чтобы он в трусы опустился. Ну, слава богу, слава богу, хотя бы не навесить. Просто, может быть, друг друга не понимаем, но я уверен. Сейчас, если ты хочешь, я тренирую людей удаленно. Моя задача – низкий травматизм. Если я нахожусь в зале, я могу новичку дать бодибар и сказать «приседай, вот тебе 4 килограмма бодибар, приседай». Я уверен, что не схватит, не скажет «это легко, не побежит, не схватит 20, 30, 40 на первой же тренировке». Что происходит с людьми, которых удаленно тренируют? Они сразу бегут, вот даже Дима меня тренировал, сразу побежал и, пожалуй, там не то что-то, да? Был такой случай. Но это характеризует не Диму как тренера, а тебя как ученика. Да, меня, но если даже я так поступил, то представьтесь, что вытворяют обычные люди. Они говорят, я пошел по вашему совету, взял 100 килограмм, присел и убился. А ты советовал 100 килограмм? Нет, 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 но я дал программу с приседаниями со штангой. Я даже если там красными буквами напишу, вначале приседать без веса, они все равно будут с весом. Поэтому я первый месяц… Вы меня атакили. Егор, когда я тренирую удаленно, я даю первый месяц упражнения без вот этих вот штанг, чтобы человек стоя не делал… Так приседать можно вообще просто без веса, самостоятельно? Если вот, допустим, приходит женщина, которая весит 100 килограмм, вот ей, она хочет похудеть, разве ей и дашь присед изначального? Она просто физически не может присесть изначально. Не может, не может. Может, ребята. Я тренирую так же, как Юра, дистанционно. Что у нее поменяется? Она может приседать просто без ничего. Поставила вот так ручки, имитируя штангу или вот так, и приседает. Приседание – это самое функциональное. Значит, у тебя меньше практика, потому что я видел очень многих людей, для которых приседания и выпады собственным весом очень травмоопасны. Не, ну просто у нее нет цели, у этой женщины приседать там какие-то веса. Зачем ей это нужно просто? Алексей, просто извини, у тебя, наверное, еще как бы очень маленький опыт. Потому что приседание – это самое лучшее, что может быть для повседения. Я согласен, я согласен, просто, ну, я имею в виду, вы говорите из аргументов, что нервномышечную связь нарабатывает. То есть, чем она лучше, тем легче освоить приседания в дальнейшем, да? Конечно, конечно. Но если у нее нет цели, не стоит какие-то веса и так далее, почему бы не начать просто с тома, сонок и снижение собственного веса, и в дальнейшем уже переход? А потому что люди не понимают, что, к примеру, если человек пришел с лишним весом, его заставляют делать какую-то кардионагрузку. Во-первых, кардионагрузка преимущественно, если ты натурал, пережигает мышцы. Кто не знает, почитайте, поизучайте. Я согласен, я сам это говорю, но у меня были случаи, когда пришел человек в зал, присел с собственным весом и получил травму. Потому что он был очень слабый, очень тяжелый. Точно так же был случай, когда человек пришел в зал, получил травму с очень маленьким весом. Ну, чуть ли не жим. Юр, ну, ты знаешь, с дуру можно и хер сломать. Да, а тебя рядом нет. Тебя рядом нет. Поэтому я вначале даю, допустим, месяц или два, какую-то разминочную программу из очень простых упражнений для новичков. Ну, к примеру, на ноги. Что ты дашь на ноги человеку? Что ты дашь на ноги такому человеку? Ну, какая-то, представь себе, полный, полный ноль пришел в зал. Да все, что угодно. Можно легкий жим ногами, можно разведение, сведение, разгибание, сгибание ног. Вот сразу тебе, Юр, сделаю помаку, ремарочку. С жимом ногами соглашусь. Отведение, разведение вообще просто хрень. А разве ты, как инструктор, как человек тренирующий, не знаешь такого факта, что есть такая замкнутая цель? И разгибания ваши вот эти, которые вы всем суете, они опаснее для коленного сустава, чем присед любой. Это же элементарщина, которой учат во всех нормальных здравомыслящих, хороших школах по подготовке инструкторов. В институте меня этому обучали. Если у тебя стопа не стоит на полу, если у тебя стопа не упирается в платформу тренажера, то нету необходимой замкнутой цепи колена, как это называется, стопа, тазобедренный сустав. Я не знаю, Дим, ты знаком с этой? Дима, я... Дима, я... Давай, говори, Дима. Ну, я вот скажу просто насчет... Я речу о разгибаниях ног, я правильно понимаю? М-м. Речь о разгибаниях ног, да, вот ты сейчас описывал. Да, тренажер разгибания ног вреднее для колена, чем присед. Вот на самом деле я как бы, ну, свою точку зрения не буду озвучивать. Я озвучу точку зрения Василия Ивановича Алексеева. Он был такой великий штангист, который очень много в свое время наподнимал. И вот он говорил следующее. Он брал... Первым в СССР придумал он тренажер, таким вот, как ты описал. Ну, то есть аналог разгибаний ног, но он не платформу поднимал, а к ногам привязывался груз. И он вот сидя на стуле, да, просто ноги выпрямлял. При этом как бы не валик был, упирался, да, а просто был груз к ногам привязанный. И он вот это упражнение очень рекомендовал всем, как реабилитационное именно. И говорил, что этим упражнением колени можно закачать и подобное. На самом деле, ну вот, я не могу согласиться насчет вреда вот этого упражнения. Да, ну где-то вот... Я хочу, да, сказать, видимо, я подожду, пока ты закончишь, извините. Да. Лёх, что ты думаешь? У тебя есть на это счет? Нет, мне тоже такое мнение описали, но я не могу тоже сказать наверняка, что это вредно или наверняка, что это полезно. Очевидно, могу сказать то, что кровь можно загнать в сустав этим упражнением. Я хочу... Сейчас, Юрий, одну секундочку, вдогонку, чуть-чуть буквально. Понимаешь, Егор, я не сторонник лезть на веса в разгибаниях ног. Вот абсолютно не сторонник. Нельзя, я считаю, на большие веса лезть в этом упражнении. А ну вот, ну, лично я разгибание ног воспринимаю просто как тонизирующее, разогревающее, ну и там чуть-чуть закачивающее. Конечно, я с тобой полностью согласен на предмет того, что присед – это основа основ. Я вот буквально сегодня делал пост в Инстаграме о том, что если человек может приседать, он должен приседать вне зависимости от того, арморестлер он, пауэрлифтер он, или штангист, или бодибилдер, он всегда должен приседать, если нет какой-то травмы сильной спины или коленей. И всегда обязан приседать, и первым делом, что должен делать человек, придя в зал, если он настроен на серьезные результаты, он должен учиться приседать, я согласен. Вот единственное, есть некоторые сомнения на предмет травмоопасности от разгибания ног. Я чтоб тебе скажу, чтобы не было… Есть такая школа здесь, в Америке, она готовит инструкторов, и она отличается от наших, там минимум полгода учишься, обучаешься. И у них очень серьезная база, медицинская, у них очень серьезная, они работают с командами НХЛ, НФЛ, если интересно, я могу даже сейчас учебники их не показать. Так вот, простой вам пример, возьмите любой лучший вид спорта, представленный в Америке, НХЛ, баскетбол, даже бейсбол, футбол, ну чтобы для россиян было понятно, американский футбол. Все приседают, вот Дима здесь прав, фронтальный присед, не-не, послушай, Юр, можно договорю, потом ты будешь говорить? Я давно уже жду, я давно уже жду. И нету вообще у них даже станка для разгибания. У меня очень много знакомых хоккеистов, так как я сам играю в хоккей, тоже я вратарь еще помимо всего здесь играю в американских двух лигах. Так вот, друзья, нету станка для разгибания. И я спрашиваю, почему так происходит? А потому что здесь очень работает вот эта медицинская система, вы же знаете, что все лучшее здесь в НХЛ, никто с этим спорить не будет, в НБА. И медики категорически просто не рекомендуют делать разгибания. Если только это не предписано тебе, твоим лечащим врачом, после какой-то определенной травмы, к примеру. Но это очень-очень узконаправленно. А можно один вопрос буквально? Вот скажи, вот ты сказал, нету разгибания, а станки для, например, гиперэкстензии есть? Обязательно, обязательно. Во-первых, люди не понимают, но я сейчас здесь скажу тоже, просто чтобы мы понимали. Ты когда говоришь гиперэкстензии, ты имеешь в виду, когда корпус закреплен, а ноги двигаются? Когда ноги закреплены, а туловище двигаются. Здесь больше, вот есть такой же... Обратная, да? Обратная? Да, в России называется обратная гиперэкстензия. Здесь, ты же знаешь, что эту обратную гиперэкстензию придумал и почему? Великий Луи Симонс, когда получил травму, сел в инвалидное кресло, ему сказали, что он вообще ходить не будет. Ему это не понравилось, он изобрел вот этот станок, когда корпус закреплен, двигаются ноги. И медики не поверили, он встал с инвалидного кресла. Но после этого он еще и стал устанавливать новые мировые рекорды. И в приседе, и в тяге. Это факт, который вы можете почитать и посмотреть, где угодно. Егор, я хотел бы высказаться по поводу того, почему ты так сильно заблуждаешься относительно того, что нужно приседать и не нужно делать разгибание ног. Почему, когда мы берем два исследования научных на двух группах людей с противоположным результатом, почему так происходит? Правильно, потому что группы людей были совершенно разные. То есть ты только что привел пример хоккеистов и так далее, и так далее, которым рекомендуется именно приседать, а не делать разгибание ног. Ты привел пример, что присед менее травмоопасен, чем разгибание ног. При каких условиях? При применении значительных весов. При любом условии, если человек изначально здоров. Я тут ждал, пока мне дадут высказаться. 20 минут, можно хотя бы минуту выскажусь. Смотри, точно так же, когда мы говорим о реабилитации травмированного коленного сустава, о человеке с очень большим весом и очень большими проблемами с коленями, точно так же ситуация разворачивается до наоборот. Вот, присед собственным весом вызывает боль, даже если мы снижаем собственный вес и приседаем, держась за опору, возникает боль. Даже если мы упираемся на пятки, даже если мы отводим таз назад. Как я восстанавливал свое колено, после того, как оно было уничтожено практически в результате падения с лестницы, я не мог делать разгибание сидя, потому что мне было больно. Я не мог делать жим ногами и приседания, потому что мне было больно. Я начинал с разгибания ноги стоя с маленьким углом, потом разгибания ног сидя, потом постепенно повышался вес 1 блинчик, 2, 3, 4, 5, и потом я смог перейти на полуприсед, и потом, наконец, по мере укрепления мышц квадрицепса смог перейти на присед. То есть, когда речь идет о значительных весах, ты совершенно прав, ты абсолютно прав. Действительно, присед более безопасен, чем с огромным весом делать разгибание ног. Это действительно любой врач подтвердит, ломающая нагрузка в колене будет выше, когда пятка не упирается. Когда речь идет о очень полном человеке, о людях после травмы колена, с минимальным весом разгибания ноги, меньше нагружает ранимую зону, чем присед с собственным весом, особенно если он очень большой. Ты понимаешь, что бывает, что ситуация разворачивается в одну или другую сторону? Ну, ты согласен, Юр, что ты берешь крайности? Если усреднить, то человек, приходящий в зал, это среднестатический человек, и ему нужно давать программы не так, как разводят. Я не знаю, ты относишься к этим инструкторам, которые, чтобы как-то оправдать необходимость покупки постоянного персонального тренинга, персонализация, эктоморфу тренироваться так, эндоморфу так, мезоморфу так. Ни один нормальный человек не сможет объяснить, почему эктоморфу, к примеру, нужно приседать, а мезоморфу нет. Одинаково для каждого, любого психотипа, если кто-то не знает, это психотипы, придумал это психолог. Чтобы было понятно, эктоморф, эндоморф, мезоморф, это влияет только на наше с вами питание. Тем более, что нет людей ярко выраженных типов. Я с тобой полностью согласен, но по поводу того, что нужен индивидуальный подход с выбором упражнений, я думаю, ты тоже согласишься, правильно? Нет, конечно, я не соглашусь. Индивидуальный подход нужен только на уровне, когда человек уже чего-то достиг, какой-то профессиональный потолок. Мы только что показали две ситуации, где нужен индивидуальный подход. Один человек может приседать с большим весом и делать разгибание ног с большим весом. У другого присед невозможен, даже собственным весом. И ты после этого говоришь, что индивидуальный подход не нужен и всем нужно приседать? Индивидуальный подход нужен только, если ты больной или прилетел с другой планеты. Так у нас половина людей такие в зале. С другой планеты? Или больные, или с другой планеты. Я совершенно так занимаюсь в этом зале. Дима, я хотел тебя еще спросить. Его Рубанович оказался гораздо более злостным оппонентом по отношению ко мне. Я хочу обвинить его официально, что он сказал ересь в своем видео, когда он сказал, что самое лучшее упражнение для груди – это отжимание на брусьях. Ведь все знают, что отжимание на брусьях работает преимущественно низ груди. Не все, только глупые и заблуждающиеся люди. Егор, Егор, все абсолютно бодибилдеры в основу тренировки груди кладут жим на наклонные штанги и гантели головой вверх. А ты предложил основным упражнением сделать брусья. Не я, Юр, не я. Во-первых, первое, кто это сказал, это был Арнольд Шварценеггер. Просто вы почему-то все смотрите, как вот он дрочит бицепс с концентрированными сгибаниями. Шварц не раз говорил, я лично его встречал на выставке, когда был на Арнольд Классик. Грудные работают в жиме сверху донизу. Понимаешь, Юр? В смысле, а в брусьях или в жиме? Ты же про брусья рассказывал, у тебя же есть видео, что это упражнение номер один. На брусьях, я про брусья говорю, может я оговорился, извините. Но, когда ты выполняешь отжимания на брусьях, то в принципе работает вся грудная сверху донизу. Самый лучший пример это гимнасты. Посмотри на их грудные мышцы, насколько они наполнены, развиты сверху донизу. Не у каждого культуриста так развита грудная мышца. Я бы посмотрел с удовольствием на гимнаста с такими грудными мышцами. И что ты скажешь? Хорошо, я могу понимать, что я для тебя не авторитет. Но это говорит Шварц. Шварц говорит, что лучшее и то, что он обязан своей мощной груди, это не жимы, это брусья. У меня есть предложение. Сначала мы ответим на вопросы в чате, потом выскажется Дима и Алексей. А Дима, ты что думаешь по поводу жима? Полностью уничтожу твои аргументы. И брусьев. А меня спрашивают, да? Юр, подожди, мне интересно, что по этому поводу Дима думает. Но опять-таки надо сразу ограничить. Мы говорим, Юр, о чем? О развитии мышц или о развитии силового потенциала? Тут спрашивают в чате, Шреддер больной или с другой планеты? Потому что я сказал, что Шреддером занимаюсь. Это вы сами решайте. Я по брусьям выскажу. Да, да, пожалуйста. Ну, я, если честно, да, так как я не бодибилдер, да, в общем-то, но все-таки без сильных грудных жим не построишь. Я брусья делал когда-то давно, когда весил где-то сотку. А позднее мне стало просто, ну, несколько опасно их делать, потому что есть некоторый травматизм в отношении плечевого сустава. Я брусья не делал. В принципе, если говорить про пауэрлифтинг, то здесь как бы такое упражнение не надо. Ну, на мой взгляд, опять же, это лично мое мнение. Но нельзя отрицать то, что это упражнение, во-первых, базовое, то есть оно тяжелое базовое упражнение, сродни с тем же, например, жимом лежа, которое оказывает мощное влияние на организм в целом. И отрицать, говорить, что оно неэффективное, я тоже не могу. Вот с формулировкой «самое лучшее» я бы немножко, может быть, поспорил. А кто из лучших? Тебе так устроит одно из лучших? Абсолютно. Вот с формулировкой «одной из лучших» полностью согласен. Поэтому, ну, влияние его с позиции бодибилдинга сложно отрицать. И в любом случае грудная участвует. Не знаю, там, да, сверху, донизу или нет, это вообще спорный вопрос. Только нечего. Как может мышца, будучи, да, неким эластичным канатом, который сокращается, прицельно нагружаться в одной или другой точке? Это как бы тоже… Я тоже против этого. Это тоже какое-то такое утверждение, не очень, да, состоятельное. Если ты инопланетянин, да. Вот. А тут, ну, Леш, скажи, что ты думаешь насчет брусья, тоже будет интересно. Вот я хотел тебя спросить, у тебя, может, хотя бы есть какой-то здравый смысл, и ты понимаешь, что… В отличие от меня, да. В отличие от Егора, да, и Дмитрия, которые сказали, что… Единственное, что это самое лучшее, то, что вот больше ничего. Если говорить, что это самое лучшее, нужно приводить какие-то доказательства. Доказательства, что Арнольд сказал, это не есть доказательства. И говорится, что тот, кто высказывает, на его плечи ложится время доказательств. И если вы высказываете, что это самое лучшее упражение, то надо это доказывать. Но раз вы согласились с тем, что это одно из самых лучших, то у меня вопросов нет, в принципе. Я доказываю это тем, что я написал уже не одну книгу и кучу статей, и люди, которые начинают заниматься по ним, я вообще советую, рекомендую, что пока ты не можешь отжаться в пяти подходах, пять подходов по 20-30 раз на брусьях, к жиму лёжа подходить вообще нет смысла. Многие смеются, вот такие, как Юра, но люди прогрессируют. Юра, а какие твои доводы, почему, ну вот сейчас, секундочку, я просто немножко в другое русло переведу, почему, ты вот как считаешь, что его вообще не надо делать, или что это плохое упражнение? Я не утверждаю, что Егор Убанович полностью некомпетентен, я утверждаю, что он, у него нет гибкого подхода, в том плане, что он, его познание... Давай тезисно, Юр, давай тезисно, брусья, я тебе вопрос задам просто, отжимания на брусьях с большим весом могут способствовать гипертрофии, Юра, так кажется, да или нет? Я считаю, что да. Отлично, а что тогда, в чем, собственно, спор, дорогие друзья? Дело в том, что Егор Убанович показал свою некомпетентность, цитируя Шварца. Юр, можешь говорить просто Егор, не надо фамилию постоянно. Я, может, мне твоя фамилия нравится. Я хотел сказать, что я до дыр зачитал абсолютно всю литературу Шварца, по сто раз каждую книжку прочитал и знаю практически наизусть, что, во-первых, у Шварца есть такая особенность, когда про любое упражнение пишет, про любую позу, про любое... Он говорит, о, да это вообще, вот это упражнение, он умел вдохновлять людей, знаете, вот это, это вообще замечательно. Но, кроме этого, у него в его литературе есть информация, что действительно самое эффективное. Например, там про подъемы на бицепс он написал, что это вот однозначно вот наиболее эффективное упражнение со стороны для увеличения массы. Все остальное хуже. Точно так же Шварцнер никогда не говорил, что брусье самое эффективное упражнение для родных мышц. Он сказал, что оно хорошее, оно важно, но основную работу, которую он проделал для строительства полноценных грудных мышц, это отказ даже от горизонтальных жимов и от брусьев, и он более года исключительно сконцентрировался на наклонной скамье. Именно тогда он только смог построить такую грудную грудную мышцу, как ему было нужно. Юра, а ты знаешь, что про Шварцнегера говорят, извини, на секундочку, перебью, что он очень любил людей так подшучивать над ними, немножко вводить в заблуждение. Особенно, когда он вел речь на каких-то популярных программах, он мог сказать там совершенно какую-то абсурдную вещь, выставляя это как огромную истину. Поэтому тут тоже сложно, да? Ну, я все-таки считаю, что в своей литературе, где он описывает свои методические взгляды, все-таки у него там есть системность, и он все-таки не в этих случаях предлагал съесть орехи с солью для того, чтобы накачаться, как он это делал. Юра, а что ты скажешь по поводу того, что есть такое мнение, и вот живя здесь в Штатах, я вижу людей, которые имеют просто огромные колоссальные бицепсы, и при этом преимущественно работают на бицепс именно в подтягиваниях. Вполне возможно, есть и люди, отжимающиеся на брусьях, имеющие верхний отдел грудных. Они просто генетически одарены кростом. Нет, это не разовые. Это вообще, я тебе скажу, что самые большие бицепсы, которые я видел у людей, это люди, которые мне говорили, что они преимущественно делают очень много подтягиваний прицельно на бицепс. Ну, я думаю, что есть такие люди, у них есть, еще раз повторяю, у них очень отзывчивые к росту руки. Я встречал людей, у которых отзывчивые определенные мышцы. Например, у меня встретился в Москве человек, который имел огромный верх и крошечный низ. Вот таких полно. Да, он мне сказал, что он тренирует только низ три раза в неделю, а верх тел он качает раз в три недели, и так уже несколько лет. Потому что у него отзывчивый очень верх. Если он там качнет верх, у него ноги вообще теряются. Юра, такой вопрос тебе, вот смотри, опять же, ну, по-моему, спор как бы заходит немножко в тупик. Можно, вот есть люди, которые брусьями накачают себе хорошие грудные или нет? Да или нет? Есть. Ну и все. Ну, это не лучший. Есть люди, которые могут и не совсем правильным путем, не совсем коротким путем прийти к желаемой цели. А есть люди, их очень много, которые вообще никогда не получат нормальные грудные. Хорошо, Юра, скажи на мой вопрос один вопрос. Специализация на верхней груди, да. Что лучше, горизонтальный жим лежа или брусья с точки зрения именно построения грудной мышцы? Что бы ты посоветовал человеку? Дело в том, что эти упражнения, они, это не идентичные упражнения, но они нагружают, особенно если взять тот жим, который у меня учит Дмитрий, да, слава Богу, то в принципе они в каком-то направлении, в каком-то отношении они похожи. И то, и то движение, основная нагрузка ложится на нижнюю часть груди. Поэтому выбрать, выбрать очень тяжело. Это как выбрать сгибание на бицепс со штангой и с гантелями. Понимаешь? Это похоже, схожее упражнение. А что бы ты выбрал, сгибание со штангой или с гантелями? Со штангой. Штангой, просто это предпочтение именно чисто психологическое. Слушай, Юр, у тебя может возникло какое-то впечатление, что я как-то лично тебя пытаюсь оскорбить? Нет, нет, нет. У меня было впечатление, что ты хороший тренер, но я лучше. А я никогда не говорю, что я лучший тренер, Юр. Понимаешь? Вообще, я понимаю, что я наверняка где-то вообще даже ниже среднего. Понимаешь? Человек, который убеждает... Ну, у тебя прямо... Не, не. Почему? Я адекватно... Просто он скромный, на самом деле, человек. Я очень адекватно оцениваю себя. Потому что, когда я начинаю изучать какую-то новую литературу, я понимаю, что некоторые вещи я вообще никогда не слышал. Когда я сегодня познакомился вот с ребятами, я понимаю, что с точки зрения силовых показателей, я вообще хернёй страдаю 25 лет. Понимаешь? Ну, вопрос, являлась ли это целью. Если это целью не являлась, то... Извини, ну почему? Я вот считаю, что от того, насколько ты сильный, определяется, насколько ты можешь стать большим. И если есть люди, которые говорят, что можно дрочить свои бицепсы 5 килограммами по 50 раз, и это то же самое, что если взять хорошую штангу, там, 80-70 килограмм, это типа одно и то же. Друзья... Если ты можешь пожать гантели в каждой руке по 100 килограмм на 10 раз, скажи, что ты будешь однозначно больше человека, который пожмёт по 50 килограмм на то же количество повторений. Поэтому давайте переведём наш вот этот, в принципе, бесполезный с Юрой спор. Я думаю, многие, кто любит хайп, немножко хайпанули, кайфанули. Давай лучше, Дима, ты нам расскажешь, как нужно грамотно строить свою силовую подготовку. Именно вот человек пришёл новичок или человек отзанимался год, да, хернёй. Вот что ты посоветуешь, потому что мне пишут очень много вопросов по поводу того, как развивать свои силовые показатели. Всё, что я могу сказать, если в него... И сразу Диму выпускаем на арену. Тут просто очень много смешных очень первых в чате. Ну ты почитай, а Дима пока подумает. Алексей Большаков, например, написал, что Юра опять на бытовой химии, которую он приобрёл у Джонни Терминатора из Молдавии. Который натурально просушился. А кто такой Джонни Терминатор? Я просто не втелив. Это мой ученик, который натурально просушился недавно. И после этого Алексей Большаков сказал, что я у него затарился. Алексей Большаков – это как бы наш друг. То есть у него юмор. Насколько вообще важно, на химии человек или нет? Важно только грамотно давать методику, которая будет работать. Если методика работает на натурале, на химике она сработает в сто кратно. Не факт, на самом деле, не факт. Ну как бы если говорить... Давай, рви. Лёша, давай ты вот, я слово Алексею передам, потому что я повторю, что человек очень компетентный. И мне грустно от того, что он не раскрывается здесь по ходу стрима. Раскройте, Алексей, раскрою. Да, Алексей, давай расскажешь, как надо тренироваться, чтобы хорошо увеличилась сила. Я знаю, что ты знаешь. А что вас конкретно интересует? Давайте конкретный пример разберём. Просто если вот так вот прям всё рассказывать, то это прям затянется конкретно. Не, ну хотя бы здесь понятно, что тезисно расскажи о приседе, о тяге и о жиме. С точки зрения построения силы. Всё, только силы. То есть вас интересует жим, присед, тяга, да? Именно вот такие упражнения. Да. Первое, что нужно сказать, это нужно дозировать нагрузку, не применять отказных подходов, не применять близких к отказу, даже частых подходов. Мы все так считаем, мы все против отказов, на самом деле. А Юра, Юрок тоже? Я в процессе изучения этой методики нахожусь. Или ты за реальный культуризм, что на только подказ и все четыре подказы. Давайте скажем честно, что мы знаем многих достойных спортсменов, которые достигли огромных результатов, тренируясь в отказ. Сила бы. Но, и параллифтеров, и бодибилдеров. Но, мне нравится идея объемного безотказного тренинга. И я сейчас всецело посвятил себя именно этому тренингу. И он мне кажется более интересным, потому что все-таки отказной тренинг, он у меня уже хорошо изучен, он у меня уже в печенках сидит. А это целое огромное поле деятельности, которое я очень привлекательно нахожу. Ну, мы перебили. Леша, продолжай. Давай, Леша, продолжай. Я стынулся на том, что не допускать отказных подходов, не допускать даже близких к отказу, то есть пиковых подходов часто. И важно то, что присед и тяга, они грузят одни и те же мышцы. И важно учитывать их как одно упражнение. То есть это важно. То есть, грубо говоря, если на неделе был пиковый присед, не нужно допускать на этой же неделе пиковую тягу. Вот. Также использовать вариативность, то есть не допускать того, что от недели к неделе, или от тренировки к тренировке повторяются одни и те же раскладки тренировочные. Ну, вот, в принципе, использовать периодизацию, то есть период выносливости, период силовой, выход на пик силы. Все это говорит о своем диапазоне процентов, о своем диапазоне повторений в подходе. Вот. Ну, информации масса, на самом деле. Тут проще какой-то, может, пример изобрать конкретно. Давай, Алеш, вот скажи, да, чтобы, опять же, нас многие люди смотрят. Раскрой роль техники в паулизинге. То есть это тоже, вот, по-моему... Маленькая ремарочка. Из того маленького пока объема информации, что дал сейчас Алексей, мой уровень, моего осознания, мастерства как тренера стал чуть-чуть выше среднего. Да. Про технику, Леш, пару слов, пожалуйста. Ну, техника в паулизинге играет важную роль, потому что, то есть можно жать, как бодибилдер, который жмет локти в стороны, соответственно, у него не включается большое количество мышц в работу. И можно жать, прогнувшись, сократив амплитуду, подняв грудь выше, тем самым у тебя подключится более сильная грудная, то есть низ более сильный, можно пожать больше тем самым. То есть нужно тренировать гибкость, прогиб поясницы. Это касаемо жима лежа. Вот. Если касаемо становой тяги, допустим, тяга сумо, важный аспект техники является гибкость приводящих мышц. То есть насколько сильно ты можешь развести колени в стороны и насколько широко ты можешь поставить ноги. Ну, то есть техника играет одну из важнейших роль в паулизинге, как и в тяжелой атлетике, как и в других видах спорта, который, ну, в любых практически видах спорта техника играет важнейшую роль. А в классике? Потому что с точки зрения бодибилдинга интереснее классика, чем сумо. В классике? Ну, если говорить о классике, то это прогнутая поясница, прямая поясница и, в общем-то, все. Вот такая техника. У меня два вопроса. Дим, если можно к тебе. Вот смотри, я здесь уже пять лет в Штатах живу, снимаю много роликов. Американцы в плане техники, ну, на мой взгляд, особенно в тяге, просто жесть. Тянут все горбом, поясница прогнута. И второй вопрос, который интересует и часто очень задается, и мне самому интересно. Нужно ли бодибилдеру использовать мост? И насколько мост безопасен для каждого из отделов позвоночника? Вот два вопроса. Значит, касаемо тяги, скажу следующим образом, что все-таки, если говорить про классическую тягу, то это всегда тяга с некоторым округлением спины. Понимаешь, дело в чем? Вот если рассматривать мышцы... Ну, это вот, на самом деле, это, если посмотреть на спину, вот, да, вот, в момент ее округления, то сложно выделить конкретно округление либо в поясничном, либо в грудном отделе. Ну, это как бы вот, ну, она, ну, как она должна выглядеть, вот, это округление в поясничном отделе, пресловутое, которого все говорят избегать, я, мне с трудом представляется, на самом деле. То есть, либо спина прямая, либо она округлена немножко, либо она округлена сильно. Как у меня. Ну, то есть, тут вот, тут вот так, да. Поэтому, как бы, тяга в классике, как правило, она лишь у штангистов такая вот с прямой спиной. Почему? Потому что должен быть огромный запас в мышцах выпрямителях позвоночника. То есть, человек, который не обладает этим запасом, он спину скруглит, но он потянет, вот. А в пауэрлистинге цель какая? Цель потянуть. Не обязательно человеку развивать до умопомрачительных, до силовых показателей столбы, не спины, чтобы тянуть какие-то маломальские веса, да? Вот у Алексея спина у него всегда прямая, у него всегда прямая, сколько бы он не тянул. То есть, о чем говорит, у человека развиты не спины, очень хорошо. У меня спина округлится, по большей части, на предельных весах. У Константинова спина округлится, у многих совершенно. Да, у многих совершенно людей спина округлится, и в этом ничего такого нет. Проблем у тебя с позвоночником нет в поясничном отделе? Нет, нет. На самом деле, проблемы возникают, вот как правило, да, когда не спины слабый, вот мы говорим либо о нормальном развитии, либо о развитии хорошем. Вот у Алексея хорошее развитие, у меня нормальное. Если не спины слабый, то есть мышцы в недостаточной степени фиксируют позвоночник, недостаточной степени его стабилизируют, уравновешивают по плоскостям. В таком случае возникают травмы, грыжи, пролоббирование и подобное, потому что нагрузка ложится на позвоночник. А позвоночник это что, вот, да, между позвонками диски, состоящие из эластичного материала, и происходит пролоббирование под нагрузкой, выпячивание пульпозного ядра, и возникают, соответственно, проблемы. Если мышцы на себя могут взять нагрузку, если они могут стабилизировать позвоночный столб, тогда, как правило, травматизм снижен. То есть обязательно нужно, вот, да, вот некоторые люди любят говорить, что становая тяга – это упражнение для спины. На самом деле не совсем верно. Спину нужно, делая большие тяги, спину нужно укреплять как раз таки специальными упражнениями, как раз таки для укрепления спины, то есть гиперэкстензии. Конечно, да, статические упражнения, вот если, знаешь, лодочка, такое прекрасное статическое упражнение, вот Алексей, да, прочувствовал на себе полностью эффект, и вот, я думаю, по большей части, точнее, не по большей части, а в числе прочего, за счет лодочки у него сейчас хорошо развита спина, и он может и рвать. Я хотел бы поблагодарить Егора, извини, Дима, пожалуйста. Да. Ты еще это не закончил, да? Ну, сейчас буквально пару слов, потому что второй вопрос еще был. Касаемо моста в жилье лежа. Значит, мост снижает травмоопасность, подключает большое количество мышц в работу, да, то есть и дельтовидные работы, по большей части, и грудные. Потенциал грудных во время прогиба выше, чем без прогиба, да, то есть они могут преодолеть больший вес. Если мы можем преодолеть больший вес, это то, что нам надо. Но тренировочное воздействие прицельное на грудные, конечно, меньше. Как раз таки потому, что... Да, мы облегчаем им работу. С позиции травмоопасности жим с мостом всегда более щадящий в отношении плечей, в отношении грудных. Да, вот используя мост, спортсмен как? Ну, вот понимаешь, да, вот если взять амплитуду, вот чисто амплитудные характеристики. Если у тебя амплитуда, да, километровая, то есть ты живешь по большой амплитуде, у тебя, естественно, степень растяжения сустава выше, естественно, как бы, да, суставы и сухожилия работают как бы на износ. Как только ты амплитуду сокращаешь, у тебя она уменьшается, у тебя как бы меньше нагрузка на суставы, меньше растяжения грудных. То есть за счет этого, конечно, вот эффект, связанный с травматизмом, он снижается даже при условии того, что растет вес. Говорить, можно ли рекомендовать бодибилдерам так жать, я бы не стал. Я бы все-таки для бодибилдеров рекомендовал чуть-чуть свести лопаточки, вот зафиксировать их так и в такую вот манеру выполнять, немножко уперевшись ногами в пол. А вот говорить о том, что полноценный мозг делает, такого, конечно, не могу сказать. Вот, допустим, просто Дима жмет по моей методике частичной амплитуды, понимаешь? Он никогда это не признает, но он сводит лопаточки и получается короче амплитуда. Вот, ну ладно, давайте шутки в сторону. На самом деле, если серьезно говорить, то действительно провлектеры сокращают амплитуду, потому что это позволяет быть сильнее и уменьшить термопатизм. Мы это понимаем, вопрос не бэд. Да, ну можно пару слов тут в чате уделить внимание людям? Значит, во-первых, ребята, вы в чате не ругайтесь матом. Кто хочет, чтобы ваш вопрос подручал в прямом эфире без очереди, можете по ссылке в описании. Да, во-вторых, запись будет ли? Конечно, запись будет. Мы напишем тайм-коды и выложим на канале. Во-вторых, хотел бы подарить Егора Рубановича. За счет того, что мы объединили наши каналы все вместе, у нас смотрит более 400 человек одновременно, это очень много. Вот когда мы... Спасибо, что позвал, Юр. Я думал, ты меня уже... Со Шредером мы стримили, тоже примерно такое количество людей было, как сейчас мы собрали. Я думал, ты меня никогда не позовешь. Да почему, почему, почему нет. Главное... Потом спрашивает Вячеслав Зобов, Юра, почему ты постоянно тосбрасываешь, то набираешь вес, а Шредер всегда соблюдает дефицит калорий. Почему? Шредер недавно набирал вес, все стали писать, что у него рельефчик стал хуже. Просто я хочу быть сильнее, чем Шредер. Моя цель превысить его показатели в некоторых упражнениях, в которых я могу это... Мне кажется, я могу это сделать. Все равно до натуральной формы у Алексея Коваленко и тебе, и Шредеру далеко. Конечно, конечно. Будем... Поэтому я над этим буду работать. Меня мотивирует любая натуральная форма. И Шредера, и Коваленко буду работать. Тут Коваленко уже назвали в чате химиком. Я думаю, Леха, лучше комплименты не придумать. Химиком, но... Да, да, да. Фотография это исключительно свет и волосы. Да, да, да. Эффект света, но все-таки химик. Значит, это говорит о том, что результат есть. Потому что, когда мне пишут, что у меня маленькие мышцы, я расстраиваюсь. А потом пишут химик. Я думаю, ну, значит, все-таки есть эффект. Значит, это комплимент на самом деле. Так, теперь. Зачем я все время говорю про Шредера? Потому что постоянно в чате вы, блин, спрашиваете про него. Если вы замолчите, перестанете про него спрашивать каждые пять минут. Не, Юр, я знаю, как ты относишься к Шредеру, но мне кажется, Шредер красавчик хотя бы в том, что он многих, как вот и Дима, мотивирует на то, что в натураху нужно тренироваться. Что надо тренироваться и можно. Егор, я хочу тебе сказать, что Шредер у него есть свои недостатки и преимущества. Конечно, конечно. Как и у всех. Что я в зале жму, он подходил, сам его не просил и меня страховал. Поэтому мое отношение к нему резко улучшилось. Это радует. Он показал, что он не бессердечен все-таки. Он просто ждал, пока ты отлечешься, чтобы тебя сверху придавить. Пока снимать не буду. То есть в данный момент мое отношение со Шредеру неплохое. То есть есть и недостатки у него, но есть и хорошие положительные качества. А кто из нас идеален, Юр? Нету идеальных людей. Только Дима. Потому что он... Я, походу, один химичу и вдруг стал идеальным. Отлично, отлично. Почему? Я не скрываю никогда... Ты идеально химичишь. Ты идеально химичишь просто. Отлично, отлично. Поэтому это нельзя назвать. Я не вижу смысла скрывать, если ты... Та же самая фигня. Я тоже не вижу смысла скрывать. Зачем? Так. Написали, что много жимовиков жмут вообще без моста. Авторитет появился в чате, который сказал, что мост фигня. И много жимовиков настоящих жмут вообще без моста. Я не знаю. Дима, наверное, даже не будет комментировать даже такое. Не, ну, скажем так. Есть такие люди. Нельзя сказать, что их много, но они однозначно есть. Но я считаю, что если, к примеру, даже ты бодибилдер, нужно все равно. Ведь вы же тоже, и Алексей, и Дима поддерживаете то, что периодизация – это одно из самых важных, что нужно в тренинге особенно натурального атлета. Конечно. И если ты сможешь поднять свои силовые показатели за счет того, что ты делаешь мост, потом, когда ты перейдешь на следующие тренировки к билдерской программе, это же однозначно увеличит твой силовой потенциал. Ну, вот я тебе скажу так, я тебе скажу так, смотри. У меня без моста лучший жим 240. Без моста. Это с ногами в воздухе. Лучший жим 240 больше я не жал в такой манер. С мостом 302,5. Разница, соответственно, 62 килограмма. То есть, чтобы понимать, да, эффект моста, прироста. Если бы я тренировался только без моста, скорее всего, я бы поднимал больше, чем 240. Поэтому все-таки, да, вот возвращаясь к предыдущей теме, скорее нужно тренировать вот то движение, которое тебе нужно. То есть, если тебе нужно без моста много поднимать, то ты и тренироваться должен без моста. То есть, я тебя, реально понимаю, лучше давать рекомендации парням, которые занимаются бодибилдингом, но когда они тренируют силу, им лучше тренироваться все равно ближе к технике, которой они... Да, да. Вот то, что я говорил, чуть-чуть лопаточки свести, немножко в ноги упереться, чтобы более стабильное было положение туловища на скамье. Потому что, когда тебя шатает, это очень опасно для плечей и для грудных. Немножко в ноги... А где тогда отличается билдерский стиль? Ты тоже сводишь лопатки, чтобы натянуть грудные мышцы, тоже ногами упираешься в пол. Я не сторонник поднимать ноги, это идиотизм. Я хотел... Тут донат поступил, человек возмущен. Он говорит, как вам не стыдно говорить, что прогиб в спине позволит дать рост мышц. Видимо, не все так считают. Я хотел сказать, что... А я не понял вопросов. Поясни, пожалуйста. Тут человек попросил еще-то уточнить, все-таки, мост применим в бодибилдинге или нет. Я уже сказал, что чуть-чуть лопаточки свел и все, и хватит. Я хотел сказать, что в бодибилдинге частичная амплитуда применяется. И я сторонник того, что в бодибилдинге пауэрлифтёрский мост, хотя они всех с этим спорят, и даже самый главный бодибилдер Дима, что его не надо применять. Я все-таки считаю, что в пауэрлифтинге те, кто сторонники частичной амплитуды, могут его применять. Точно так же с Патриашвили бодибилдером, у меня было видео на днях, он тоже сказал, что можно делать базовый мост при работе с большим весом и в бодибилдинге. А можно Алексею вопрос задать? Что он думает на этот счет? Леш, что ты думаешь? Многие бодибилдеры, насколько мне известно, вообще не делают жим лёжа. И жим лёжа, если даже не делаю, это как один из способов развить грудные, то я не вижу смысла рассматривать вообще в бодибилдинге жим лёжа вот так вот, как рассматриваем его в пауэрлифтинге. Я согласен с тобой, но все-таки, если бодибилдер включает свою программу жима лёжа и на наклонной скамье, сводит ли даже лопатки? Потому что мне говорили сводить. Я считаю, что нужно сводить. Это как минимум меньше задействует плечи в движении. Да, а вот Денис Борисов давал рекомендацию делать гириотину, развести лопатки, опускать на шею. Все специалисты, которых я спрашивал, у кого его же обсидят... Это смерть ротаторной манжеты. Смерть ротаторной манжеты. Да, 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 можно согласиться. Тут понимаешь, Юрий, ещё какой момент. Вот человек написал один у нас в чате, что вот я, когда делаю мост, у меня всегда болит поясница. Если человек делает мост с упором в ноги и жмёт при этом достаточно много, то неукреплённая спина, когда она неукреплённая гиперэкстензиями или лодочками или другими упражнениями на низ спины, она может начать болеть. Может вплоть до того, что возникнут травмы, связанные с мостом. Действительно. Если человек не укрепил предварительно спину. А ты расскажи мне, у всех ли бодибилдеров сильная спина? А когда ты говоришь о спине, что ты подразумеваешь? У всех ли бодибилдеров хватит для моста. Я подразумеваю вот достаточно сильный низ спины, который сможет фиксировать прогиб. И вот ты же понимаешь, что такое мост. Это увод энергии в ноги. Вот увод силы в ноги. То есть ты не лежишь на ягодицах, а ты стоишь на стопах. И вот такой момент, когда вот эта цепь сильно напряжена. Вот я 280 на 2 недавно нажал. 250 на 2 хорошо, 265 на 2 хорошо, 280 на 2 пожал, встал с лавочки, спина болит просто конкретно. Пошел по делу гиперэкстензии и отпустило. А теперь если представить, что человек какой-то, допустим, за счет моста поднял рабочий вес, прогнулся, напрягся хорошо. Тут можно травму поймать в два счета, я считаю. Если спина не подготовлена, и низ спины прежде всего. Я почему поправляю? Потому что здесь нужно понятийный аппарат. Бодибилдер, когда ты говоришь спина, 90% думают, что ты говоришь о широчайших. Да, низ спины однозначно. Вы примите ли позвоночник, это поясница. Ну можно маленькую ремарочку? Я вот не совсем согласен с Алексеем. Может он, конечно, просто со стороны пауэрлифтинга говорит. Люди почему не понимают и делают ошибки в бодибилдинге? Жим лежа – это не упражнение для развития грудных мышц, в мой взгляд. Жим лежа – это упражнение, которое нужно использовать целиком и полностью, только для того, чтобы весь плечевой комплекс увеличивать с точки зрения силы. И потом, когда ты будешь сжать гантели, это даст тебе бонус. Но использовать жим лежа, как развитие грудной мышцы, лучше, на мой взгляд, использовать гантели. Вот почему люди не двигаются. Соглашусь, что для развития грудных лучше гантели, я соглашусь. Но жим лежа нужен именно для построения силовой базы плечевого пояса. Почему нельзя просто жать гантели, ну, бодибилдеру, которому нет цели соревноваться в жиме лежа? Я могу ответить. Я могу ответить. Пожалуйста. Я поработал с очень большим количеством спортсменов именно в бодибилдинге, в том числе профессионалов. Индивидуальный подход нужно учитывать. Встречаются люди, которые почему-то, почему-то в силу каких-то анатомических особенностей в жиме штанги на наклонной, могут задействовать грудь больше и прочувствовать ее, да? В бодибилдинге все очень озабочены, прочувствовать целевую мышцу, почувствовать, что на следующий день она загрузилась, что она растет у тебя, что она чувствуется на следующий день после тренировки. Это Шварценеггер предложил. Сделайте упражнение 10 подходов и на следующий день, что у вас будет болеть, обратите внимание. Вот в большинстве случаев гантели лучше. Но бывают случаи, когда для развития груди лучше штанга на наклонной сканере. Юр, ну ты согласен, что ощущения в приседаниях и в становой тяге, ну, глупо концентрироваться на работе какой-то отдельной мышцы? Согласен. То есть, опять-таки, люди не понимают, что когда ты развиваешь силу в тяге, в приседе, в жиме, ты не должен концентрироваться на каком-то участке мышцы или вообще на какой-то отдельной мышце. Вся твоя задача – это пожать вес. А когда ты уже работаешь на гипертрофию, естественно, ты должен ощущать работающую мышцу под нагрузкой. В чем в итоге-то разница между жимом лёжа штанги и между жимом гантели принципиальной? Принципиальная разница только одна. То, что ты можешь подключать больше мышц стабилизаторов к работе, когда у тебя в каждой руке по гантели. Соглашусь, да. Я считаю, что амплитуда больше. А это нехорошо. На самом деле, когда мы работаем со штангой, у людей, у кого проблемы или предрасположенность, или плохая растяжка ротаторной манжеты, это может спровоцировать травму. Потому что… В нижней части амплитуды – да, но чем тебе не нравится увеличение амплитуды в концентрической фазе? Когда-то мы можем свести гантели вместе, ведь для развития рудей это хорошо. А, нет, здесь спорить не буду, конечно. Тут еще несколько комментариев поступило. Джонни Терминатор, наш лучший друг, написал из Молдавии, пока он затаривается там, что, как ни странно, он чувствует свои грудные очень хорошо, в жимом штанге лёжа на горизонтальной скамее. И хорошо, что чувствуешь. Скажи спасибо. Кстати, привет, мало кто знает, я родился и вырос и рос до 18 лет в Молдавии. Прекрасно, вот откуда корни, ноги растут. Возможно, как-то подпольно ты связан с Джонни Терминатором и канал поставок какой-то идёт к тебе. А я даже не знаю, кто это, познакомь меня. Вот. Так, 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 друзья мои. Тут она воно, воно, уже в сотый раз спрашивает химик ли Сергей Миронов, принимает он бытовую химию. Ему в чате все пишут, что он сам этого не скрывает. А его всё равно спрашивают. Ну, наверное, вроде бы он говорил, что да, принимает. Но точно, я не знаю. Спросите у Сергея Миронова, я не помню. Не на сто процентов не могу вам гарантировать. Вроде бы да. Вот хочу, Юр, ещё сделать такую маленькую ремарочку. Я думаю, зрителям твоего канала будет интересно. У меня в зал здесь один из самых больших в Штатах. И когда приезжают все профессионалы, они идут не в Голджим, никуда. Они идут ко мне. Но это ещё связано не со мной, а у меня в зале работает, тренируется сам мой друг. И в плане познаний нету выше авторитета. Человек, который два раза был третьим недавно на Олимпии. Густаво Бадел. Так вот, этот человек утверждает и тренирует всех своих учеников, и я вижу это на практике, что в принципе, в принципе, тренажёры, и я согласен, были придуманы для больных и для инвалидов. И он говорит, что если ты хочешь быть большим, реально мощным и сильным, штанга, гантели. Ладно, говорит, 10-20% тренажёры. Но сила определяет, насколько ты будешь большим. А кому вопрос? Это не вопрос, я просто... Я могу согласиться полностью. Ну как, на самом деле, да. Массу растят тяжёлые базовые упражнения. С этим трудно спорить. А ещё, Юр, я вспомнил, я смотрел ваш стрим, ещё могу маленечко зарубиться с Димой, если он не против. А ну давай. Дима утверждал, что, приводя примеры натуральной силы, приводя Власова, к примеру, там, да, и это. На самом деле, Дим, ты заблуждаешься, может, просто потому, что ты не встречал эту информацию. Сам Власов говорил, что, скорее всего, он употреблял химию, не зная об этом, потому что он говорит, что им приходили, ставили уколы, не показывая, что ставят и как ставят. И на самом деле, химия появилась не в 60-х. Первую фарму стимулировали для Гитлера, Гитлера, фашисты. И уже... Откуда информация? Не можешь не называть название препарата, то стрим так и не выйдет, понимаешь? На канале. А, сори. Я совсем... Извиняюсь. Просто есть, на самом деле, подтвержденное доказательство и есть фотографии Гитлера в пуховике. Сказали, что улетел в Антарктиду на летающей тарелке. А тоже, потому что его труп не нашли, на самом деле, поэтому мы не знаем. Ну, конечно, да. Это как шредер, натурал он или нет. Вот. Поэтому, ну, у меня таких данных нет, на самом деле. Да. Касаемо слов Юрия Власова, ну, есть, вот, однозначные утверждения, многократно где, где он говорит, что не употреблял и никак, и быть не могло. Если посмотреть на, вот есть официальные данные относительно выпуска препаратов и подобное, подобное. В СССР? Вот, коммерческого выпуска препаратов и подобное, да. Вот. Относительно того, что все-таки поступление, вот, в оборот поступление вот к спортсменам началось уже там примерно в 60-х годах после Токийской Олимпиады. Поэтому... когда уже узнали об этом, когда это было вообще, в принципе, еще и не запрещено, но использовать стали гораздо раньше. Я читал интересные статьи в «Железном мире», кстати, на эту тему тоже. Юрий Бомбело их написал. Кто? Юрий Бомбело, наверное, их написал. Мы, товарищи... Не, Бомбело, кстати, грамотный в этом плане, ты зря... А что там было в этих статьях написано? Было написано, что наша советская школа, она именно поэтому так быстро и прогрессировала, что они одни из первых... Есть конкретные данные относительно врача сборной Сарсани, который проводил эксперименты. А вот он и писал, что началось все после... В эпоху тренерства Воробьева, основной пик приходился на эпоху Алексеева и подобное, то есть уже 70-е годы, конец 60-е, начало 70-х годов. Вот что пишет Сарсани. До этого не было никакой информации вообще. Информации не было, да. И, в принципе, данных-то вообще тоже не было. То есть это были препараты, как вот, да, некий флахон с неизвестной житостью, да, это если говорить там 63-64-65 год, некий флакон с неизвестной жидкостью, про которую никто ничего не знает. Где-то вот она как-то синтезирована, мы что-то понимаем, и уже там Воробьев и Сарсани околдовали и думали, а что же с этим делать и как это все на живых людях применять. Вот. Поэтому, касаемо Юрия Власова, понимаешь, это было приведено вот в качестве аргумента, но, да, действительно, мы не можем заглянуть в прошлое, взять у она текущий вадовский контроль у Юрия Власова и подобное, вот. Но, как бы, есть, понимаешь, здравый смысл, есть анализ и с этих позиций, да, есть вот, говорят, ты же слышал, например, того, что сколько поднимали там в свое время Поддубный, Заикин, там тоже огромные результаты, невероятные там, чуть ли не люди приседали по 500 килограммов, вот, и поднимали одной рукой, там, 120 килограммов и подобное над головой и так далее, вот. Тоже можно сказать, или этого не было, или тоже придумать фармакологию, химию и так далее. Конкретно у меня, вот если, брать вот наглядные примеры, вот у меня есть наглядные примеры, которые, да, в том числе и мой личный, которые говорят, что жим 200, там, 220 и подобное, он возможен и вполне реален. Если человека посадить в тепличные условия, оградить его от работы, от нервов, дать ему предельное качественное питание, присмотр врача, то, что мы имеем сейчас, вот, в олимпийских спортивных дисциплинах, по-моему, понятно, что 240-250 человек может лежать даже без стероидов, но если этому будет подчинена полностью его жизнь, вот. Вот мне сейчас фурсов, Руслан, Руслан, привет, подсказывает, что 255 реален, потому что 255, жалову подопечный Евгений Напрягло, который тоже утверждает, что он натурал. Он не проходил вадовский контроль, но лично у меня оснований не доверять ему нет, поэтому, вот, конкретно для меня, да, для нас, практиков, важно то, вот реально, какие границы мы можем выставить и какие рамки в отношении отдельного атлета мы можем обозначить для себя, да. Если меня человек спрашивает при жиме 200 и при положительной динамике, например, он за год прибавил 15 килограммов, и он меня спрашивает, можем мы еще в натурах удвигаться или нет, тогда, конечно, я скажу, что можем, потому что вот за год есть прибавка некоторая. Если же, да, вот определенный другой человек на генетическом уровне своем все делает, бьется, но вот он не может перешагнуть 170, год, два, три пытается, не может, такое тоже может быть. И вот в таком случае можно сказать, что нет, друг, ты все испробовал, ты уже уперся конкретно, тебе вот можно на химии и никак иначе. А были у тебя случаи, что человек начинал использовать фарму, но прогресса не было, или существенного прогресса не было? Был, но там сам человек, я считаю, виноват. Все-таки, как правило, всегда есть аркогрежный скачок. Знаешь, почему я немножечко сомневаюсь в том, ну, в таких результатах? Потому что я понимаю, что вообще, на самом деле, действующему спортсмену задавать вопрос, химик ты или натурал, это некорректно. Потому что практически во всех федерациях это запрещено. Ну и как можно такой вопрос задавать человеку? Я люблю цитировать, на секундочку тебя люблю, люблю цитировать Николая Ясиновского, ты, я думаю, знаешь прекрасно, кто это, который говорил, что если человек говорит, я химичу, его надо брать и уводить в тюрьму, потому что в многих странах за это предусмотрена уголовная ответственность, в частности в США. Поэтому многие, там, Рич Пиано, Сити Флетчер говорят всегда, что мы натуралы, да, ну, по-моему, Рич Пиано в итоге вот, но были высказывания, то, что натуралы и подобное, просто нельзя признавать. Рич всегда говорил, что он натурал. Рич Пиано осознался точно. Кали Маслова недавно осознался после 25 лет натуральности. А сказать, что вот если человек, да, а с другой стороны, если он скажет, что я не химичу, то нормальные знающие ребята скажут, что ты тут впариваешь, как это ты не химичишь? Вот Майка Херни осознался, человек 400 приседает, 272 жмет и утверждает, что натурал. Кстати, мы уже с Николаем Ясиновским мы бьемся за то, чтобы он получил визу. Он хочет приехать ко мне в зал, у Густава тренироваться, хочет порвать в очередной раз весь мир бодибилдинга. Если у него виза ему оформят, то я думаю, мы увидим что-то интересное очень. Так, так, так. Друзья мои, мы еще буквально 15 минут стримимим. Если у вас есть желание задать вопрос, задавайте в чате, либо по ссылке в описании, чтобы без очереди. И что-то еще хотел сказать. Задавайте ваши вопросы, ребята, поставьте лайки, трансляции, конечно, поделитесь ей на своей страничке в соцсети. Напоминаю, что у нас канал Егор Рубанович, Дмитрий Головинский и посредине сидит человек, я не знаю, есть ли у него какой-то ресурс, Алексей Коваленко или он просто хороший и приятный собеседник. Просто спортсмен. Просто спортсмен, натурал, который показал нам, что такое натуральная трансформация на 40 килограмм с помощью освещения за 4 месяца. И химия, и химия. Мне очень понравилось, вы, наверное, все видели, когда Кая Грина один раз спросили, употребляет ли он фармакологию. Аперсиновый сок только. Да, но для русскоязычного эта шутка была непонятна. А я вам объясню, он наоборот, он признался, потому что в Америке джуз, а сленги это фармакология. И он сказал, нет, ребята, только джуз. Понимаешь? Кстати, вот вы, Егор, сказали, что когда мы обсуждали рекорды, вы сказали, я просто не в теме. Вот отсюда ваш скептицизм, скептицизм, потому что вы не в теме. Если бы вы были вот в этой силовой тусовке, скажем так, то для вас бы было очевидно, что все, что мы говорим, это правда вполне. Согласен, согласен полностью. Просто мой личный, субъективный опыт этого не видел. И мне, конечно, как человеку ограниченному сложно в это поверить. Но я только преклоняюсь перед этим. Я даже бы хотел попросить, вот если, я нахожусь в тепличных условиях, я не работаю, живу, вот у меня там за окном солнце, озеро, Флорида просто постоянно тепло. Есть все. Есть и апельсиновый сок, и свой зал. Помогите мне, дайте мне, какую-нибудь программу. Рубанович, тебе обязательно помогут. Я прошу прощения, что я перебиваю, хочется ответить на очень интересный вопрос, который задают в чате, что правда ли, вот я знаю, что ты большой поклонник Папы Смита, Егор Рубанович, ты о нем снял много видео очень, и про Средера. Я хотел спросить, вот мнение присутствующих, что вы думаете, спрашивает белорусский грибник, он спрашивает, что мы думаем про сына Папы Смита, который 140 килограмм пожал при собственном весе 70, тренируясь по 15 повторений пампингом, на много повторки, или это... Можно я первый отвечу, я у меня короткая очень, а я скажу так, если бы он тренировался грамотно, то он пожал бы больше. Вот допустим, Дима, как тебе такой результат, два своих веса, тренируясь пампингом, может быть, мы по неправильному пути идем? Да, ты же знаешь меня, Юрий, я как бы, ну, признаю результаты всех спортсменов, на самом деле, поэтому, что можно сказать, я смотрел видео последнего Папы Смита на предмет увеличения длины мышц, да, и вот этих всех доводов, смотрел ответ, на самом деле, со стороны Егора, и вот ответ со стороны Егора мне очень понравился, и Папа Смит, мне кажется, просто до конца не разобрался в тех исследованиях, которые ему дали, вот, потому что человек, знающий английский язык, он, как будто, тебя сказал, что если знаете английский, читайте, там на самом деле исследование, просто анализ, сравнение, сердечные мышцы, я об этом не говорил просто, с одной стороны, да, с одной стороны, там речь о кардиомиоцитах, потому что сердечная мышца, она в висячем положении, она может в любую сторону удлиняться, утолщаться, с одной стороны, с другой стороны, абсолютно доказанные факты, с этим никто не спорит, что есть L гипертрофия, и D гипертрофия, L это лонка, D это диаметр, то есть увеличение сердца, как в толщину, так и в длину, даже есть сейчас специальные методики легкоатлетов по увеличению, да, по растягиванию сердца, чтобы это была не вредная гипертрофия, так называемая, а как раз таки полезная по увеличению объема сердца, вот, а если говорить про другие исследования, там просто анализ концентрической, эксцентрической фазы, откуда он взял, если пробить по подмеду, по сайту, на который он ссылается, исследование, например, изменение мышцы своей длины, но там исследование только с позиции стретчинга, только с позиции стретчинга, потому что уже было авторитетными изданиями установлено, что изменение мышцами длины невозможно, все, точка, то есть, ну тут о чем спорить-то еще, не знаю, да, не нужно, вот, а касаемо того, что пампингом, не пампингом и подобное, ну, да, мы, я уже много раз говорил, что мы никогда не узнаем, каких результатов достиг бы тот или иной человек, если бы он занимался, по другой системе, чем ту, которую он предлагает, мы никогда не знаем, вот, да, только человек, который перепробовал все на себе, причем перепробовал так вот адекватно, да, с привлечением, скажем так, грамотных людей, тренеров, только он вот может сказать, что вот, да, действительно, я попробовал полноценный подход, высокоинтенсивный, и он не сработал, вот, как вот Василий Иванович Алексеев, да, в свое время сказал, что я пробовал заниматься по методам, там, Плюкфельдера, или, да, других советских тренеров, мне они не подошли, я изобрел, как бы, собственную систему, хотя тоже спорное утверждение, поэтому, да, прости меня, пожалуйста, будет ли видео, которое ты говорил, про, да, 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 я просто сейчас собрал материалы, достаточно, в том числе ссылки на источники, друзья мои, ждите, скоро на канале Дмитрия Головинского, появится видео, где он грамотно и компетентно ответит, папе Смитов, по поводу длины пучка бицепса, я уже не буду говорить другие слова, а то уже, да, значит, теперь смотрите, друзья мои, сегодня прекрасный стрим, я надеюсь, что Егор Рубанович еще придет к нам, я могу даже не называть его, просто Егором можно называть, если ему неприятно, что так, не, не, просто ты забираешь эфирное время, от твоей фамилии, да, ничего, мы можем выделить тебе несколько секунд, написали, что Юра всех девок клеит в чате, отлично, но просто тут мои друзья, это прекрасная супруга заходила, прекрасная девушка, супруга, не знаю, как правильно выразиться, Дмитрия Головинского, очень приятно было ее увидеть, Настя, и заходила моя ученица из зала, я вообще удивлен, что девушки смотрят стрим, казалось бы, мужики сидят и говорят о жимах лежа, как это может заинтересовать какую-то девушку, да, но, оказывается, все равно может, вот, еще просят обсудить Силуянова, но что его обсуждать, в общем-то, Дмитрий уже обсуждал, говорил, что мало кто правильно понимает его статьи и слова, поэтому, совершенно верно, а как же Дмитрий правильно-то понять, может ты об этом снимешь видео, а? Ой, пусть об этом, на самом деле есть много компетентных людей, которые могут об этом снять видео, я просто им, да, они снимаются, вот у них в ближайшее время, планируется вебинар, я уже, не буду говорить, чтобы не рекламировать, кто это, но кому надо, всегда найдет истинный источник знаний, я как, да, все-таки у меня, как бы, свои определенные взгляды, свои, я больше практик, чем теоретик, вот, а когда мне нужна, на самом деле, да, когда мне нужна какой-то порцию теории, получить теоретическое обоснование определенных принципов, я прекрасно иду к людям, вот этим, из лаборатории, они мне прекрасно помогают, объясняют, что к чему, как было в том числе ситуация с папой Смитом, когда я обратился к одному из своих друзей за помощью, с тем, чтобы просто грамотно выстроить повествование, и ссылаться на адекватные научные источники, поэтому... Дима Руслаков написал, Юра, ты заблуждаешься, большое количество повторений, это вовсе не пампинг, вы совершенно правы, Дима, вот я занимался, мне писал Дмитрий Головинский, и по 10, и по 12 повторений, и все равно это не был пампинг, потому что нужно достаточно долго отдыхать между сетами, конечно же, но тем не менее, многоповторный тренинг, это одно из условий, чтобы создать хороший пампинг, но там, конечно же, есть и другие нюансы. Вот, и обычно они идут рядом, многоповторный тренинг и пампинг, обычно они идут рядом в комплексе. Так, теперь вопрос Дмитрию Головинскому от Мир Электроники. Можно ли использовать суперсерии, как ОФП, в периоде на выносливость? Я КМС по жиму, вес 82 килограмма, 17 лет. Ответит Алексей Коваленко, я думаю, он сейчас хорошо ответит на это что-то. Суперсерии, использовать суперсерии, повторите вопрос, используя суперсерии в периоде выносливости. Я могу ответить вопрос, можно ли использовать суперсерии, как ОФП, то есть, общую физическую подготовку, в периоде на выносливость, в пауэрлифтинге. Я КМС по жиму лёжа, вес 82 килограмма, 18 лет. Я считаю, что можно, если нагрузка непредельная, и при этом не задействуются одни и те же мышечные группы. Ну, это на самом деле то, как я и Алексей сушились. Задача при сушке какая? Обеспечить дефицит калорий. Согласен, Юрий? Да, но у меня важный вопрос. Да, ну сейчас, просто буквально секундочку, да, я просто поясню. Дефицит калорий можно обеспечить как проседанием питания, так и повышенным расходом энергии в ходе тренировки. Вот так же примерно и я, и Алексей, насколько я понимаю, сушились, то есть, увеличением количества ОФП, а чтобы увеличить и не затянуть неадекватно время тренировки, можно делать это всё с небольшими весами, объединяя не просто в суперсерии, а вплоть до того, что выполняя 4 различных упражнений по кругу, круговая тренировка, так называемая, с минимальным отдыхом между, соответственно, вот этой связкой с 4 упражнений. Поэтому, Алексей, правильно я понимаю, так это совершилось? Всё верно, да. Да, да, вот, поэтому можно, но опять же правильно, Алексей, обозначил, что должен быть непредельный характер нагрузки, как правило, лёгкий или максимум средний. И лучше всего, конечно, задействовать упражнения, которые включают разные мышечные группы. Например, к тяги добавляют какой-нибудь бицепс, к бицепсу добавляют какую-нибудь трапецию или плечо, к жиму можно добавлять там предплечье, ноги, ну и так далее. Отличный. Вопрос, у нас были эти зарубы сегодня тема, я хотел бы немножко вернуться напоследок, что вот у нас многие, многие считают, что отжимания на брусьях это супер упражнение. Пауэллифтеры всегда мне его советовали, рассказывали, как они классно его используют. И вот Егор, поклонник отжиманий на брусьях, как мы уже знаем, как же был удивлен, когда Дмитрий мне ни разу не давал отжиманий на брусьях в качестве подсобного упражнения. Когда мне нужно было подделать отжимания на брусьях, я хотел провести зарубу с одним воркаутером и отжаться там 40 или 50 раз, он мне разрешил делать, но сам он никогда не давал как подсобное упражнение. Я, правда, не так давно и занимаюсь с Дмитрием, около 3-4 месяцев, но прокомментируй, пожалуйста, мне показалось, что ты не считаешь это одним из важнейших подсобных упражнений. Да, ну как бы это может быть упражнение комплекса ОФП, но говорить о том, что брусья прямо влияют на жемлежа, я не могу. Более того, как бы, если брусья систематически не делать, оно становится травмоопасным, поэтому все-таки я воспринимаю данное упражнение как упражнение с некоторой травмоопасностью, поэтому вот я, если честно, избегаю залазить на брусья, даже если мне предложили зарубу, я бы не полез, потому что все-таки есть опаска за плечо, за плечевой сустав. Вот. Если человек делает систематически брусья, если он подготовлен в этом плане, то для него, как правило, опасности данное упражнение не представляет. Но я все-таки, да, рассматриваю как некое травмоопасное упражнение. В чате у нас писали, что на брусьях можно легко плечи убить. Ну, как бы, негравотно подходят. Я сделаю ремарочку маленькую. Да, сейчас закончу, буквально чуть-чуть, секундочку. При негравотно подходе можно, конечно, убить, дозируя нагрузку, все-таки вероятность, что вы плечи убьете, не такая большая, но лично я его как основное, как вспомогательное к жиму лежу не рассматриваю. Пожалуйста, Егор. Если не опускаться, довольно глубоко сохранять угол в локтевом суставе 90 градусов, то, в принципе, ты не травмируешься. И смотри, у меня вопрос к тебе есть, Дим, мне просто интересно самому, не как там в противовес. У меня у самого была такая практика, я советовал очень многим своим учениками это срабатывать. Когда человек подходит в жиме лежа к плата, никак дальше не растет. Я рекомендовал отказаться полностью от жима лежа на два месяца. И мы делали только брусья. Брусья на одной тренировке с весом, на другой тренировке по максимуму. А второе упражнение были наклонные жимы гантелей. И люди, не то, что там продолжали прогрессировать, был огромный скачок в жиме лежа потом. Как это можно объяснить? то есть, не было ни одного человека, кто бы это не попробовал и у кого бы это не сработало. Но они все были не лифтеры, нужно это понять, подчеркнуть. Ну, вот Юрий просто задавал вопрос плоскости пауэрлифтинга, понимаешь? Я как пауэрлифтер, я на него и отвечаю. Если говорить про бодибилдинг, то, скажем прямо, в бодибилдинге, да, результат прямо зависит от сил из-за действуемых мышечных групп. Это первое. Второе, нужно тоже спросить, вот, да, с какого по какой, ну, вот пример можешь привести, наглядный. Вот человек жал, например, столько-то, подделал эти упражнения и на выходе получили... Бывает, ты же знаешь, когда человек подходит к таким рубежам, там сотка, 120, не может дальше делать. И когда человек два месяца проходил это, но там были, чтобы понять, не на раз. То есть, к примеру, на 6 повторений он больше 100 не может делать. Но когда возвращался он через два месяца после этого, то он спокойно делал уже там, ведь эту сотку делал на 10, на 12 повторений. Просто, вот, если говорить про схожую ситуацию, примерно таким же образом работает разгрузка. Вот я думаю, Алексей со мной согласится тоже. Потому что он уже на своем опыте, я думаю, убедился неоднократно. Если человек загнался, если у человека ступор, ярко выражен, он неделю, две, три не прогрессирует, уйдите на 2-3 недели вообще на легкие веса. Не власть за 50, за 60 процентов, да, и работайте легко, с огромным запасом. После этого, вы, скорее всего, тоже установите личный рекорд. Но это если говорить про пауэрлифтеров. То есть тоже, как один из таких подобных приемов. Поэтому, тут, понимаешь, речь ведется про такой результат. Если бы он жал 180, а пожал в итоге 200, тогда можно было бы говорить про такой, про крутой, действительно рабочий прием. А так вот лично я как бы не встречался с частым использованием. Я слышал, что Линда Верр рекомендовал, но он немножко с других позиций говорил, он говорил, выбросьте жим лежа и делайте только жим гонтери, например. Тоже говорил, что хороший способ пробить. В бодибилдинге это работает. Нужно согласиться. Потому что, да, мы меняем, это вариативность в чистом ее виде. То есть мы меняем характер нагрузки, спортсмен получает дополнительный стимул за счет того, что он психологически вносится, новшество, он получает, да, у него была так, а вот тут вдруг все по-другому. Это заинтересовывает, это, знаешь, мотивирует тебя. Возвращает интерес к тренингу. Да, совершенно верно. То есть сила мышечных групп увеличивается, увеличивается, это тоже не нужно отрицать. То есть он на брусьях изначально делал, например, без веса, а потом вешает 30, делает там на 8, например. Сила мышц выросла? Выросла. Значит, вырастет и жим лежа, потому что сила определенного движения всегда напрямую зависит от сил мышечных групп. Это как, вот да, можно сказать, что есть, например, подобный пример. Делает человек становую тягу, застопорился, не идет тяга. Можно отказаться полностью от тяги на 2-3 недели и закачивать тупо не спины. Если не спины, для него слабое место, он и в тяге прибавит. Вот, тоже интересный метод. По теме. Как раз это недавно Димя прислал видео, феномен произошел. Я пришел в зал ракета, сделал тягу трэп-грифа, дошел максимум до 230 килограмм. Потом до несколько месяцев бросил. Вообще не делал никаких становых тяг, даже гиперэкстензию не делал. Потом пришел в зал и чувствую, идет. И сделал 250. То есть, человек несколько месяцев не делал, уничтожить себе разгрузка. Но, мне кажется, прав Дима, что лучше маленьким весом делать, чем просто прекращать делать. Потому что вероятность травмы будет меньше. Я правильно говорю? Да, но опять же, нельзя отрицать. Вот смотри, я никогда не делал строгий подъем на бицепс в жизни. Всегда делал бицепс просто стоя со штангой, иногда с читингом, иногда делал гантельки. И вот, когда начал готовиться по строгому подъему, у меня исходный результат был 80 килограммов. Но я его никогда не делал строгий подъем. Хотя, к чему говорю? К тому, что не нужно отрицать все-таки воздействие других упражнений на взаимное их влияние между собой. То есть, я никогда не делал бицепс в строгом стиле, но я много поднял, потому что я бицепс сделал по-другому. То есть, так же и здесь. Человек, много жмущий гантели, не может быть слабым в жиме лежа, потому что у него сила этих мышц развита в достаточной степени. Если он начнет делать жим лежа, у него координационная связь улучшится, улучшится рекрутирование двигательных единиц, он пожмет еще больше, чем в начале. Но у него уже был определенный задел, я думаю, здесь понятно. А вы работаете в пауэрлифтинге над окислительным волокном? А зачем? На выносливость, ну как бы, работаем, но не целенаправленно, скажем так. Ну, потому что, ну, кстати, тот же Силуянов говорит, что я с ним согласен, я вижу это сам, что любой тип мышечного волокна может увеличиваться не только, вернее, может увеличивать и массу, и силу. И окислительное волокно тоже может дать тебе прирост силы, а бодибилдеру увеличить такую мышечную массу. Я задам такой вопрос, какие бывают мышечные волокна с позицией способности к окислению? Просто, чтобы мы понимали. Ну, даже если просто мы будем делить... Нет, на самом деле, их два типа, окислительные и гликолитические. Ну да, просто промежуточные... У пауэрлифтеров, нет, у пауэрлифтеров по большей части все гликолитические, ему окислительные вообще не нужно. Если гликолитические обрастут митохондриями, они станут окислительными. Здесь очень простой, на самом деле, принцип. вы не хотите просто заменять эту пропорцию? А зачем? Гипотетически, гипотетически можно сделать, да, так вот, и у нас есть такой период на выносливости, Алексей не даст соврать, да, когда мы целенаправленно работаем над выносливостью. Общей выносливости, как известно, не существует. Выносливость, это чисто мышечная категория. Соответственно, развив выносливость на определенном этапе, увеличивается количество митохондрии в мышцах, мышцы приобретают, некоторые повышают свои окислительные характеристики. Прекрасно. Но мы этим занимаемся, скажем так, из всего подготовительного цикла 20-30% времени. Остальное все время чисто силовой режим, чисто работа на сниженном аэробном пороге, чисто работа над гликолитическим. У меня есть вопрос, может быть, Алексей Коваленко ответит первым, чтобы он не сидел. Есть такая теория, меня с ней знакомил один специалист много лет назад. Он сказал мне, что если ты поднимал гантели вот так, весом 30 кг, а потом в один прекрасный день ты решил поменять технику и взять вот таким хватом, то ты рискуешь получить травму. Если ты жмешь штангу средним хватом, решил взяться пошире, не делая с тем же весом снизь веса. Недавно получил травму груди, анализировал, может быть, как раз потому, что я с рабочим весом попробовал несколько трениров взять шире, и мне показалось, что ощущения какие-то с этой стороны пошли, у меня с этого все началось. Считаете ли вы, господа эксперты, что при переходе на новые упражнения надо начинать с небольших весов? Ну, например, делал стоя, как говорил Дима, 100 кг, перешел на строгий подъем на бицепс, надо сдержать себя по весам. Я могу согласиться с этим. По той причине, что какое-то любое, даже маломальское изменение, ну, упражнение, оно носит коррективы и по включению мышечных групп, как я считаю. И поэтому мышечные группы, которые были не готовы к нагрузке, они могут травмироваться, если сразу уже лезть на какие-то веса. Но упражнения, допустим, если брать просто подъем на бицепс и подъем на бицепс у стенки, они крайней степени похожи, на самом-то деле. Вот. Дима, я хотел спросить, вот мне кажется, Алексей Каваленко довольно хорошо систему ЛМС изучил, да? Да, да, я согласен. Может быть, чтобы я тебя все время не задал был по 10 раз, я не могу иногда ему тоже написать или позвонить, чтобы не могу разрузить тебя. Я только за, абсолютно, можешь Алексея звать, действительно. Если он не будет против, конечно. Я думаю, ну, если у Алексея будет время, ну, почему бы и нет, я только за, так же. Вот, очень, очень хороший сегодня стрим, друзья мои, я обещал моим домашним, что до 12 часов будет, с 10 до 12 мы сегодня встретились, давайте в следующую субботу тоже, с 10 до 12 обязательно, мои друзья, вы все придете, и мы постараемся тоже пригласить интересных гостей и сделать очень интересный стрим с ответами обязательно на ваши вопросы. Сейчас, перед тем, как попрощаться, хотя бы на пару вопросов ответить, чтобы не было обидно нашим гостям, написали, что Микки Матка написал, что Ярослав Брин всех вас порвет, пусть придет и порвет, мы не против, двоечники, он написал, двоечники, хорошо, пусть приходят, я общался с Брином, так, я уже написал, что этот препарат я не принимал, воно-воно, написал, я это видимо не прочитал, если одну неделю сидит на дефиците, потом один день, один час загрузится углеводами, то на следующий день будет продолжаться сжигание жира, есть данные, что даже ускорится сжигание жира, если так сделать, но результаты исследований. Прошу прощения, здесь вопрос задали, сколько раз в неделю тренить натуралу, например? Такой вопрос поразительный. Ну, отвечай, Леха, отвечай на свое слово. В зависимости от степени уже физической подготовки, в натуральном тренинге, я считаю, 3, 4, 5 раз, 5 максимум головой хватает. 2, 3, 4, 5, иногда 6. Индивидуальный подход, друзья. В зависимости от подготовки. Друзья мои, будем с вами прощаться. Вы постарайтесь не забыть, что надо зайти под этим видео в описании и подписаться в чат, в телеграме, в ватсапе, чтобы я вас мог уведомлять. Или на канал телеграм, если вы не хотите, чтобы в чате была писанина. И обязательно на канал и подпишитесь, с Егором Рубановичем и Дмитрием Головицем, чтобы смотреть за их интересным контентом. До скорых встреч, друзья. Пока. Всем пока. Спасибо всем. До свидания.